Чёрное зеркало Сегодня я, пожалуй, начну без долгого приветствия и громкого и пафосного заявления темы. Я всего лишь попрошу наших режиссёров показать наш зал крупно. Обратите внимание, в нашей студии собралось немногим меньше депутатов, чем они на этой неделе являлись на свою работу. Верховную Раду Украины. До какой жизни доведут с такой работоспособностью? Давайте разбираться. Верховная Раду Украины Закон о декоммунизации. Он исполняется быстро, но с неимоверным скрипом, согласитесь. Давайте разбираться, почему и кто в этом виноват. Складывается ощущение, что закон о декоммунизации – это единственная реформа власти, обещанная народу, которая реально выполняется и реально выполняется в обещанные же сроки. Прошёл год, процесс движется, но согласитесь, все остальные реформы, обещанные на выборах разного уровня, мягко говоря, тормозятся. О них, мягко говоря, забыли. Почему так происходит? Не для того ли, чтобы законам о децентрализации прикрыть неуспехи во всех остальных сферах? Кто хочет начать? Пожалуйста. Ну, я с вами дозволю себе не погодитись, что это единственная реформа, но можно бы говорить. Я хочу сказать ответы на эти тезы. Прости мне в лицо сразу же все реформы, которые уже закончены в Украине. Но я сейчас скажу про декоммунизацию, потом можем говорить про реформы. Тут постоянно говорим про реформы и отсутность. Первое. Без вытащения нашей страны от тоталитарного минулого, мы не побудуем той страны, которую мы хотим, проевропейской страны, страны демократичной страны, которая идет к европейской цивилизации. Болгария, Польша, Чехия, Прибалтика давно позбавилися радянского тоталитарного минулого. Другой момент. Сегодня в этой студии будут называться аргументы, что там сотни тысяч подписей, что кто-то куда-то будет ходить, менять паспорты и так далее. Дніпропетровск 25 лет носил в своей названии, прозвище Петровского. Людини, вдумайтесь, яка организовала Голодомор. 10 миллионов украинцев закопали в сиру землю завдяки цей людине. Чи, до речи, в Дніпропетровску сьогодні живут, напевно, сотни тысяч нащадків, тих людей, які померли від дій Петровску. Це нормально? Я вважаю, що ні. Те саме стосується Дніпродержинська. Держинський, який створив ОВЧК, який втопив крови не тільки украинців, сотни тысяч росіян, білорусів, ОГПУ и так далее. Тому однозначно є позиція Народного фронту, тих політичних сил, які голосували. Ми повинні з кореннями вийняти тоталітарне минуле. Другий момент, Ігор. Коли кажуть про те, що жителі Дніпропетровська, я закінчу, не погодяться з цим. А давайте згадаємо, як називався до останнього часу славне місто Маріуполь. Жданов, сьогодні в Маріуполі, що ми бачимо, якусь проблему. Хтось там піднімає ці питання. А Луганськ, Борошиловград, і нічого страшного не стається. Двічі проіменовували. І дуже багато інших міст, які до цього часу, той самий Донецьк, який був в свій час містом Сталіну. Ми бачили такі приклади. Пройде три місяці, пів року тріскотні отаких колег, які підтримували і підтримують проросійські сили, сепаратистські рухи, як пан Вілкул і так далі. І це все вляжеться, і ніякої проблеми в цьому контексті немає. Тому ми фактично завершили етап декомунізації. Залишилося тільки вісім населених пунктів в країні. В тому числі Кіровоград, який фактично був названий радянською владою в честь Кірова. Яке відношення Кіров, керівник ВКПБ в місті Санкт-Петербурзі, Лінінграді, має відношення до українського міста, яке отримує, очевидно, я переконаний назву НУВУ, я не знаю. Але я переконаний, що ми завершимо цю реформу і ми перегорнемо цю сторінку. А далі органи місцевого самоврядування будуть продовжувати етап по змінах пунктів пам'ятників і так далі. Дякую вам за вашу точку зрения, но согласитесь, що переубеждати многих присутствуючих здесь, в тому числі і мене, в необхідності закону о декоммунизации не потрібно. Мене волнує другой вопрос. Не обратили ли ви внимание, що в цьому благому порыві ви повторяєте все ошибки коммунізаторів, грубо говоря? Тех, хто... Тільки що, ви самі сказали, що во время Советського Союза у жителів ніхто не спрашивав, як ці городи должны називатися. Що змінилося зараз? Дуже просто відповідь. Більшість громадян перейменовані без учня мнення жителів. Українські громадян обріюють депутатів до парламенту і депутати приймають це рішення. Українські депутати... Паріруйте мені, якщо це неправда, Сергій. Ви знаєте, Олексій, я голова комітету профільного, який займався переименуванням. У нас переименовано не лише два міста – Дніпропетровськ і Кіровоград, які зараз називалися... Дніпродзіржинськ. Дніпродзіржинськ – третій міст. Кіровоград ще не переименувалося. У нас переименувалося більше тисячі населених пунктів. В комітеті у нас принцип був наступний. І, до речі, по закону це виглядало наступним чином. Орган місцевого самоврядування, тобто місцева рада – сільська, селищна або міська – мала можливість по закону до певного числа, провівши громадські слухання, надати в комітет свої пропозиції. Після цього ці пропозиції опрацьовувалися Інститутом національної пам'яті. Після цього це рішення виносилось у нас на комітет. У нас на комітеті було декілька принципів, які ми сповідували під час переименування. Багато колег, в тому числі з опозиційного блоку, неодноразово були присутні у нас на засіданні, і вони це підтвердять. Перше, якщо є розбіжність між тою пропозицією, яку пропонувала громада, і тим, що пропонував Інститут національної пам'яті, в 99,9% випадків ми ставали на сторону громади. Без будь-якої аргументації, бо так хотіли люди. Так, у нас було низка спірних питань, великих спірних питань, які ми винесли окремо і які ми передали на розгляд Верховної Ради. Але я категорично з вами не погоджую, що це все відбувається без відома громада. Тобто ви настаєєте, що процес шов знизу, а не нав'язувався зверху? Я вам скажу більше. В тих випадках у мене було близько 300 населених пунктів, по яких громади не подали свої пропозиції. Як голова комітету я підписував двічі листи до них з проханням. Люди, ви по закону вже сроки пропустили, але повідомте нас, як хоче громада. І ми такі вдогонку листи отримували, і ми їх завжди вирішили. Дякую, Сергій. Уже вижу не согласних. Олександр Вилкин у нас. Добрый вечір, уважаємо колеги. Возвращаясь к першому вопросу, я не соглашусь, що у нас була одна только реформа, ефективна, це декоммунизация, яка сработала. Я думаю, що було дві реформи. Це декоммунизация, це повищення тарифів. Це дві реформи, які були реально проведені. Але тільки обе, вони привели к ухудшению жизни людей. То, що касається вчерашнього засідання парламента, то вчера депутати від провласних партий настільки радовались і ліковали, що, наверное, якщо б виключити звук по телевізору, то люди могли б подумати, що у нас виросли заробітні оплати доевропейських, що у нас заработала економіка, що у нас наша молодіжі получила нормальне будущее. Але, оказывається, нет. Радовались і ліковали, не тільки по одному вопросу, це по большому счету единственне результативне решення цієї недели, то, що переименували багато міста і багато сіла. Це була така огромна радість. Причем дуже часто, наприклад, як в случае з городом Днепропетровським, ми об цьому вже говорили, це було вопреки 90% мнениям жителів. Я показував різні соціологічні опроси, в тому числі соціологічні опроси КМИСа. КМИС точно не можна заподозрити в симпатіях к оппозиційному блоку. І які там були результаты? 90%. 90% против переименування. Я дал 300 тисяч на засіданні комитета, кстати, господин Власенко не даст соврать, я дал 300 тисяч живих підписей, які собрали люди против этого переименування. Дело не в тому, кто такой Петровський. Названня Днепропетровськ давно уже само по себе стало именем собственным. І я считаю, що я предложил очень хороший компромисний вариант, який учитыває на 100% мнение громады, і в то же время формально, признаю, що формально, не противоречить закону о декоммунізации, назвати, що город назван... Александр, вам не казалось, що це просто подвіна понятий? Це профанация. Це профанация і подвіна понятий. Це 100% формальне виконання закона. Але якщо говорити о соблюденні мнения громады, то, о чому говорив колега, то, перше, це так, як думає 90% людей. Вторе, на руках у комитету я теж предоставив, було решення городського совета, там, де вони предлагають переименувати Днепропетровськ, Днепропетровськ, підтримав моє мнення. Все остальное, по большому счету, це наоборот, действие на раскол общества, действие против людей. А от второму, уважаемому колегі, я хотів би сказати, що, якщо ви вважаєте, що желание мира, непринятие розвиття України по екстремистському радикальному варіанту обнищання людей є профсіпаратистською позицією, то, мабуть, ви вибачаєтесь, якщо чесно. Андрій Ільєнко. Доброго вечора. Я хотів би, напевно, почати з того, що коли ми зараз говоримо про ці речі, то, насправді, мова йде не лише про історію і про якісь дискусії про історію. Тому що ці речі, вони напряму впливають на наше майбутнє і на сучасність. Тому що, насправді, якщо ми візьмемо період більшовицької окупації України, і, відповідно, всі ці назви комуністичні, тоталітарні, які з'явилися на нашій карті, вони з'явилися саме внаслідок військової агресії проти України і окупації України. І подивіться, що відбувається зараз. Зараз йде та сама війна, яка була 100 років назад. Ті самі люди під тими самими гаслами, під тими самими політичними кольорами і прапорами, вони сьогодні знову йдуть на нашу землю. Вони сьогодні знову вбивають наших солдат, вони знову окуповують наші території, вони знову заперечують право українців на існування. І коли ми говоримо про те, що ми маємо дискутувати про те, щоб прибирати з нашої карти імена котів України, тим більше, коли ці коти, їхні нащадки... Андрій, ви теж мене не розслышали, извините. Я не хочу абсолютно об цьому дискутировати. Мене більше волнує питання, чому це не робиться, ну, грубо говоря, мягче. Послухайте, я не уявляю собі більш мягкої процедури. Прошло вже майже 25 років незалежної України. В Східній Німеччині, послухайте. Ні дать не показати, що їй мнение хоч когато що-то знає. В Польщі, в Чехії, в Литві, в Латвії, в Естонії, в Румунії, в Болгарії, де теж були комуністичні назви, де теж була комуністична символіка, не проводилися референдуми і не чекалися 25 років, а помінялися зразу, як впала більшовицька комуністична влада. І, можливо, тому в них нема сепаратизму, можливо, тому вони і живуть краще, і члени Євросоюзу, і в них не було цих дискусій. Андрій, я згадуюсь з вами во многом, але думаю, що жителі міста Дніпра краще не заживуть після перевінування, поки у нас депутати і кабінами що каже про те, що хтось живе краще в матеріальному плані від цих періменувань. Навіщо це пересмикування? Мова ж йде зовсім про інші речі. Мова йде про те, що ми просто позмовляємося речей, які отрують наше життя. Я українець, моїх прадідів морили голодом, Петровський, знищували такі, як Дзержинський і так далі. Я маю нормально ставитись для того, що назви цих катів, нелюдів, засуджених судом, це на рівні з тим, щоб в Ізраїлі були б назви на честь нацистів. Це те саме. Причем тут рівень життя? Це просто національна чість. Або в нас вона є, або воні немає. Согласен. Андрій Артєрівник. Добрый вечір, колеги, добрый вечір, ведущі, добрый вечір, Україна. Я, пожалуй, зараз буду достатньо контрабірсійні вещи говорити, тому що во мене боряться двоя. Первое «я» – це то, що якщо правительству, якщо країні нечего предложити своєму народу в області реформ, в області економіки, то він починається бороться зі своєм прошлом і воєвати пам'ятниками, воєвати з названнями, і воєвати з названням городів і вулиц. Це з одній сторони. А з іншої сторони, во мене боряться государственний підход, патриотичні мотиви. І я хочу сказати, що цей законопроект, який став, слава Богу, законом, один із немногих, який ми сьогодні проголосували, розлокував трибуну специально для того, щоб проголосувати за цей законопроект, і щоб, наконец, це решення було прийнято. Чому именно? Тому що це названня, тому що ці названня цих городів, я хочу підтримувати свого колегу Сергею, я знаю, як вони роботали, я знаю, як вони обращались к людям, як вони просили утверджати їх названня на їх собрання, і на самом деле я знаю, як один священник прийшов в один міст і сказав, давайте назовем наш міст благодатним. Були інші мнения, і підтримували именно це названня. І я считаю, що якщо ми хочемо построити действительно независимую країну, ми должны починати в тому числі і з цього. Тому мені не стыдно за те, що я зробив, я голосував абсолютно осознанно. І дай Бог, щоб наша країна була так, як ми голосували зараз. Але з мінями политиками більше-менее все ясно. Хочу подключити к этому разговору експертов. Владимир Кадегру, ви известний общественный деятель, чоловік к искусству, с чоловістю с искусством очень близко связано, ви известний арт-менеджер. Як вам процес декоммуника? Я прошу вас не оценивати закон, його необхідність, ми все розуміємо, механізм його виконання. Доброго вечора. Я хотів би підтримувати колегу, який тільки що говорив. Мене обеспокоє тільки одне. Названня поміняються, многие пам'ятники будуть сняты. Вопрос в тому, що методи остаються те ж. То, що символи ми маємо, це дуже важливо. Безусловно, через 25 років це буде мати свій ефект. Але те, що методи, підходи, во многом, остаються такими ж. Мене приємно, що ви, я так понимаю, ви согласні со мною, що, в принципі, історія, якби, повторяється. Тобто, прикази коммуністів... Колеги, хто із вас злечився... Секундочку, я перепрошую. Ми о том же, Андрій. Це не порівнювати проименування міста і 100 мільйонів людей. Це на обов'язуванні. Я говорю о нав'язуванні, а не обовсуждення. Нет, тоді коммуністів, це ГУАН, це Масові розстріли, це Голодомор. Ви хочете сказати, що в Україні сьогодні Масові розстріли, констобори? Ну про що ми говоримо? Навіщо ми порівнюємо ці речі? Я ще раз хочу сказати, колеги, зараз давайте не підміняти поняття. Я ще раз кажу, колега каже, методи ті жі самі. При цьому, він знає, як Пастернака не читав, але осуждаю. Я не знаю, як це ділося, але методи ті жі. Я вам кажу, як людина, яка це робила. Ми в 99,9% випадків по 8 разів просіли людей висловити свою позицію. І там, де вони її висловлювали хоча б якось, ця позиція була беззаперечно підтримана. Тому які пісані методи? Давайте послушаємо, чувствують люди, що їх позицію хтось висловиває в Києві. З нами на зв'язі. Володимир, ви закінчите, тільки немного позже, обіцяю, дам слово. З нами на зв'язі зараз Кіровоград, моя колега Елена Брынзо. Лена, здравствуйте. Ну що, хочуть жителі міста бути крапівничанами? Скажіть, от ви з ними много спілкуєтесь. Кіне настроєння в місті на сьогоднішній день, Лена? На сьогоднішній день в Кіровограді действительно одна із самих обсуждаємих тем, це переименування. Можна сказати, що мнення кіровоградців дуже дуже полярні. Є багато, які не хочуть переименування як такового взагалі, є ті, хто відстаєвати повернення к історичному названню, ті, хто проукраїнське підтримують. Я думаю, тут за моєю спиною собралися кіровоградці, які також мають різне мнення по цьому поводу, і готові його висказати. Давайте ми з удовольствием їх послушаємо. Здравствуйте, Єлена, представьтесь, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий вечір, Олена Кваша, журналіст Кіровоград. Добрий вечір, студія. Так, дійсно, сьогодні ми маємо ситуацію, яка, мабуть, відома на всю Україну. Ми знаємо, що наше місто – це єдине місто, по суті, в Україні, яке залишилося поки що без нової назви. І дійсно, ми маємо сум констатувати, що зазначена ситуація поляризувала наше суспільство. І дійсно, є різні погляди на те, що має відбуватися з нашим містом. Саме тому реакцією на зазначену ситуацію виступила ініціатива моїх колег і мене, власне. Ми запропонували на фейсбук майданчику, насправді, поки що, такий флешмоб, який ми назвали, запитаю мене, як назвати моє місто. Ми вважаємо, що саме у містян необхідно запитувати про те, як, власне, необхідно здійснювати зміни і реформи, власне, на території, на якій вони мешкають, проживають. Це буде дійсно демократично, це буде дійсно цивілізаційно і це буде дійсно поєвропейськи, скажімо так. Ми будемо будувати нове суспільство за демократичними лекалами, а не за комуністичними зразками. Ми вважаємо, що саме у нас необхідно питати про те, як необхідно здійснювати зміну назви. Ось таким чином, більш того, ми вважаємо, що це те, що дозволить зняти полярність суспільстві, оскільки тоді, по суті, кожен буде мати можливість захистити свій вибір, якщо ми будемо мати легальну форму для, скажімо так, виявлення своєї волі. Тобто ми говоримо про те, що необхідний референдум, який необхідно оформити в законний формат. Лена, если ви мене слышите, уточните, пожалуйста, у горожан, які названня найбільш активно в місті обсуждаються, які найбільш популярні? Сьогодні можна озвучити найбільш найбільш найбільша дискусія проісходит. Це історичне названня «Елесовитград» і проукраїнське названня «Кропивницкий». Немножко про то, які названня, які мають аргументи за і проти. Можете нам розказати? Андрій, представьтесь, пожалуйста. Андрій Гардашников, я лікар. Мені важко оцінювати, саме, які аргументи використовуються, окрім того, що хтось бачить якісь проблеми з назвами міста і один табір іншої звинувачує. На мій погляд, причина цього – це те, що затягнули. Треба було це вирішувати раніше. Багато людей кажуть, що є набагато важливіші питання, але, тим не менше, не тільки в ковбасі наші питання, не тільки в якості доріг, хоча це дуже важливо. Духовні і ментальні, і цілісні такі, так, посвітовлядні питання, вони дуже важливі. Можливо, ми б мали більш єдину країну, якщо б ми це вирішили набагато раніше. На мій погляд, зараз треба відійти від спекуляцій, треба відійти від підміни понять, і треба не протиставляти. В нас немає антиукраїнських назв зовсім серед тих, які запропоновані. Є назви різні, вони можуть подобатися або не подобатися різним людям, і дійсно було б достатньо шляхетно спитати у народа, яким чином, як думає більшість, і так спитати, щоб ні в кого не було сумнівів, що це достовірне опитування, що ми дійсно маємо думку мешканців міста. За законом це приймає Верховна Рада, але якщо Верховна Рада дослухається до нашої думки, до думки більшості мешканців міста, це було б шляхетно. Дякую, Лена, за роботу, дякую, ми все зрозуміли, передайте от нас слова благодарності з тим, хто відкликнувся на просьбу і прийшов вам помочь. Я вам скажу, я вам поясню. Я тричі писав листи на міську раду Кіровограда. Проведіть згідно з законом опитування і дайте нам на комітет інформацію. Я хочу зразу уточнити. Ваша рада, вот ваш комітет ніколи не задумався о том, що практика називати імена фамілями известних діятелів чисто коммуністична. Вспомніте мені хоча б один місто Франції. Джордж Вашингтон був теж очевидно коммуністом. Ісключення є, но повального. Найдіть мені в Європі такі примери по країнам. Повірте, буде багато прикладів. Послухайте. Уважаються, колеги, насправді поднят дуже серйозний питання. Сьогодні вже в цій студії слово «Европа», мабуть, прозвучало в кожному практичній пропозиції. Але дійсно в Європі при європейському підході спрашують мнення у громаді. Вот той варіант, який я пропонував в честь Дніпра і святого апостола Петра, це ж насправді вже був варіант, последній варіант от безисходності. Перший варіант, який ми пропонували прошлим літом ще. Це принять закон о проведенні містних референдумів, чітко обозначить, які питання можуть розматриватися на цих референдумах. Там, питання названня, питання місцевої політики. Небільшій круг питання. І на містних референдумах, щоб самі люди, щоб кожен із людей мав право висказуватися, як буде називатися їх місця чи їх село. Я вніс цей закон ще прошлим літом, але, тим не мене, він заблокував, і він не випускається в Верховну Раду. Тому, ось то, що сказали уважаємі жителі Кировограда, мабуть, це правда, єдинний європейський і демократичний підход. Жителі Кировограда говорили о варіанте Єлисавет-Град. Сергій, зразу уточнити нам, цей варіант теж не розматривається. Єлисавет-Град теж попадає під запрет цього закону. Ну, по-перше, я б хотів... Так імперське наслідь. Я б хотів відрагувати на одну речку, сказав пан... Так, це ж Цвятая Елизавета. Пан народний депутат... Ну, ви вже знаєте, що це не так. Ну, що ви кажете? Колеги, по-перше, закон говорить про переименування, а не про перетлумачення. Це перше. Тому нам треба за законом змінювати назву. Ну, ви за референдум або проти референдума. По-друге, звичайно. Здесь я хотів би уточнити. У вас буде соціальний взрыв сразу у нескольких містах. Не дасть мені сорвати Николай Скорик. Ми з ним оба люди, чесно связані з Одесою. Деребасовською переименувати будемо? Обязані. Ні, 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 ні. Ви не зовсім зрозуміли. Ви не зовсім зрозуміли. Отвічається від Екатерини Второї. Ще раз. Питання шло про інше. Про інше. Переименування підлягають лише комуністичні назви. Але якщо пропонується... Можна я закінчу? Дякую. А якщо пропонується інша назва, то тоді вже Верховна Рада повинна вирішити, чи вона готова цю нову назву підтримати, чи не готова. Якщо ця назва, і у нас на комітеті теж була достатньо широка дискусія, якщо ця назва, яка пропонується на заміну, є наслідком імперіалістичного впливу Росії, то на сьогоднішній день, я припустимо, не бачу для себе можливості за це голосувати. Маючи війну на Сході, маючи ту ситуацію, яка є. І я повністю погоджуюсь з Володимиром Фисенком, який сказав, що Єлісавідград було засновано в 1750, я, пробачте, не пам'ятаю, якому році, під час царювання Єлізавети, і було названо на ім'я покровительки тодішньої імператриці Єлізавети. І зрозуміло, що ми не можемо зараз Свято Путінськ благословляти, або благословляти якісь імперські назви, які знов потягнуть назви імперське минуле. От і все. Іліна Соті. Дякую. Я, насправді, хотіла б оцю маніпуляцію з приводу імпопулізм, з приводу референдумів розвіяти. Так, цей інструмент, він дуже ефективний, він потрібен в місцевій референдумі, але тут це не спрацює з однієї простої причини. Питання в тому, що ти ставиш і яке питання ти ставиш на референдум, відповідно, так і голосується. В будь-якому випадку, перелік назв хтось готує. Законом було передбачено найбільш ефективний, найбільш оптимальний, найбільш дешевий, давайте будемо реалістами, спосіб проведення громадських слухань. Тому що в будь-якому випадку, якби був навіть місцевий референдум, ми змушені були б підготувати певній перелік, а цей перелік все одно виходив без цих громадських слухань. Тому це був оптимальний інструмент. Питання в тому, і давайте будемо реалістами, і нашим людям це теж говорити, не всі громади є активними, не всі громади включилися в цей процес. Так доведеться, в тому числі, вироби. Я Днепропетровсь, друзья, я Днепропетровсь. Мені больно об цьому говорити, але я маю об цьому сказати. В тому-то вся і проблема заключається в тому, що люди з Днепропетровська, вони не плачуть по Петровському, Сергій. Вони поверьте, вони взагалі його проклинають, тому що знають об цьому. А мені не плачуть по імператриці Екатеріні II. Тому що Днепропетровськ, я категорически вам утверждаю, самий проукраїнський міст во всій юго-восточній Україні. Самий проукраїнський міст. Ми остановили русський мір. Ми остановили русський мір. Але проблема в другому. Людей возмущає другое, що їх мнення сломали через колено. Не треба бояться проведення консультативних опросів. Ми стремимся к Європі. Посмотрите, як в Нідерландах. Коли в Нідерландах поставили консультантний опрос а стоить ли присоединять Україну к Європейскому Союзу, имеється в виду про ассоціацию. Вот о чому речі. І мені по цьому, друзі, я можу об цьому говорити. Ви голосували проти? Я голосував проти переименування. Я голосував проти, потому що у мене є принципиальна моя позиція. Я зарегистрировав свій проєкт закону. О тому, що такі питання містного і локального значення, як номиновання улиці, міста, должна решати литеральная громада. Ви своєго рєбенка, коли називали при рожденні, вам ніхто не навязував, як його назвати? Ось точно такі і горожані, і жителі должны назвати. Давайте доверять нашим їм. І по цьому, друзі, я ще раз говорю. Сергій, я вас дуже прошу, не блокируйте мій проєкт закону о проведенні консультантських опросів. Не блокируйте. Я думаю, що к цьому вопросу нічого не ворожаю. В цій студії знаходяться два чоловіка з Днепропетровська. Я і депутат СБП. Максим Курячий. 247 чоловіка проголосувало за. Із цих 247, там 245 люди із, не буду говорити, якісь, але з інших городів, в основному, і областей. Так ми проти. А хто внес законопроект ось об цьому? А хто внес законопроект? А хто внес законопроект? Потому я і сказав, і з 247, 245 депутатів були не днепропетровцами. Внес це укроповец, помічник мэра Филатова, депутат Денисенко, із Днепропетровська, котре предали Днепропетровську. Ну воно, що говорити, Филатов, Филатов, хозяин этого Денисенко, шов на выбори, шов на лозунок. Шов на выбори, о том, що он не буде переименовувати Днепропетровсь. Просто шеф, шеф, Денисенко, Филатов, шов на выбори с лозунгом, що он не буде переименовувати Днепропетровсь. А він не переименовував. Поэтому давайте не будемо говорить про господина Денисенко. Так он його поможникам, в законопроект. Три тези. Перша. Просто сделана локами Денисенко. Зараз я бачу, коли я говорю з'юку, про те, що він не сепаратист, я тут чую, от про це про референдум, ми вже це десь бачили. В ЛНР і ДНР, які розказували. Ви почуйте нас. Що ви чуєте? Донецька і Луганська. А це не ми поставили референдум в Голландії. Це перша теза. Друга теза. Я хочу запевнити, шанованих жителів Кировограда, шанованих жителів Кировограда, діючий український парламент ніколи не переименує це місто на Єлгий Совет Град. Тільки по одній простій причині. Тому що міняти місто, яке носить назву тоталітарну радянську, на російську проімперську, ми не будемо. Це крапка. І, а далі громада вибере будь-яку іншу назву. Будь-яку. Ще раз скажу, я переконаний, 247 знову... Ну, смісл тоді спрашивати громаду, якщо по факту вона буде вибирати варіанты до той пори, поки ви їх не одобрите. Ні, дійсно. Верховна Рана України має можливість юридично приймати таке рішення, але вона ніколи, принаймні цей парламент, не прийме рішення переименувати на Єлісавіт Град. І оце, що свята Єлізавета, це так само, як Петровський, це не Петровський, святий Петровський. Дякую. Дякую большое. Ну, прежде всего, це найголовніше. Я попытаюсь вам быстро объяснить, почему процес демокоммунизации не дає позитивного соціального эффекта, хоча він ідет. В-первых, треба віщи назвати своїми іменами, тому що то, що закладується в идею декоммунизации, на самом деле, це антитеталітарна реформа. А це зовсім інші задачі, де ім'я нових городів, це ім'я нової власи і її політики. Але то, як ви себе ведете і объясняєте, на самом деле, це чистого дырайком. Я прошу прощення. Ви правда считаєте, що ви будете устанавливати для всіх? Второе. Почему люди недовольні? Да я уверен, що в большинстве случаев, і в случае з Ильчовським, і в случае з Днепропетровським, можна знайти консенсус. Проблем нет. Действительно, Днепропетровська, Днепропетровська область найпатриотична сейчас з точки зрения войны з оккупантами і так далі. Но! Ви так построили цю политику, коли ожидався. Мир, ефективні реформы, економічне розвитие, нова реальна секта. І вміст цього тільки декоммунізація, сотні часів, телеэфіров, розговорів і спорів, що відбувається вже як насилие без смыслу, як психологічне насилие. Люди по-другому дивляться на те, що ви робите. Не на названня, а на практику. А ніхто не дивляється. Ніхто на це не дивляється. І тому, послушайте, і тому в таких містах, як Кировоград, люди сходяться стенку на стенку, вони давно не спорят о названні. Вони виясляють відношення к цій державній політиці і к такому підходу к себе. Якщо ви це не змініте, ви обречені на соціальні бунти по цим вопросам. І люди, які будуть бунтувати... Я бачила мітинг сьогодні. Друзья, депутати, я бачила мітинг на підтримку. Я щодо бунтів. Щодо бунтів. Я готовий вірити в те, що можуть бути бунти проти соціальної політики, економічні. Але послушайте, коли говорять про радянську спадщину, у нас пам'ятники Леніна зносяться зараз в рамках закону вже по декомунізації по всій Україні. Хоч один раз було, щоб хоч хтось вийшов захищати пам'ятник Леніна. Я ще раз хочу... Ну, слухайте, ну, про що ми говоримо? Це просто треба перегорнути, забути і піддавити все. Адже, зразу ви піддавитеся цим людям по голові. А чого ви говорите? Хто ви запугали всю страну? Хто хоч раз вийшов захистити хоч один пам'ятник Леніна? Людям цей мотлок не потрібен. І вони його не будуть захищати. Андрій, як ви і ваші колеги виглядіте в ефірі, коли ви це доказуєте, це чисто в один тоталітарний тип політика. Добре. Тоталітарний тип політика. А ви займаєтесь брехнею, і пересмікуванням. Ось що ви зараз робите. Тому що ви захищаєте ця вся метушня через одне. Тому що ви далі хочете, щоб в Україні був совок і російська імперія. І ось це все розмови про процедуру, про ще про щось і так далі. А ви говорите за мене зараз. Ви зараз говорите за мене. Рассказывайте. Я став за себя і остановлю цей спор. Мені інтересно, ви... Андрій, ви проповжуєте позже. Мені інтересно, Мені з присутніших тут депутатів лукавят чи просто забувають о тому, що ну да, хорошо, у вас не буде города Днепропетровська, але, извиніте, у вас остається Днепропетровська область. У вас не буде Кировограда, а область Кировоградська останеться. Почему? Об'ясню зрителям. Потому що так записано в Конституції. А щоб змінити Конституцію, треба набрати більше 300, хоча б 301 голос. Я правильно кажу, да? Да. Ви хочете сказати, Павел Резоненко, як представник блока Петра Порошенка, ви можете гарантировати, що парламент, який на цій неделе збирав не більше 50 членів в залі, наберет 300 голосів для змінення в Конституцію по цьому вопросу. Я вам дуже вдячний, що ви трошки на пів хвилини мене випередили і сказали про області. Я хотів сказати якраз колегам нашим, які сказали, що майже завершили ми процес декомунізації, він не завершений. Після міста, яких залишилось одиниці, нас чекають зміни деконституції, адже нам потрібно ще переіменувати дві області, назви яких приписані в Конституції, і це відповідно не просто законом, а змінами деконституції буде робитись. У нас була і де-факто є, вже неформальна, але коаліція більше 300 голосів, які, вибачаюся, підтримують рух в Європу. Не до Росії, не до радянського минулого, а в Європу. Я прошу прощення, це дуже важливий питання, я не могу не уточніть. Я не могу не уточніть, які фамилии стоять в цьому списку, і побачте, коли буде питання саме змін до Конституції по цьому питанню, 300 голосів буде. Тепер я ще хотів навести один аргумент щодо того, дослухались, не дослухались народ. Пробоводилося питання по Дніпропетровську. Дійсно, Дніпропетровськ, стара назва, з іменем, вибачаюся, людини, яка приймала в геноциді, участь в геноциді українського народу, набрала більше всього. Але подивіться, які зайняли місця, інші назви. Друге, Дніпро, потім Свячеслав, не можна казати, що не прислухались до думки народу. Закон каже, що не може бути залишена назва, не може бути в назві ім'я учасника геноциду, тому, вибачаюся, це каже закон, не може бути врахована перша ім'я в опитуваннях, перша назва в опитуваннях. Друга, була Дніпро, і Верховна Рада прислухалась до другої, найпопулярнішої назви. Тому стверджувати, що була проігнорована віля мешканців Дніпропетровська не корректна, вона була в Верховному. 4% була в назві. Я просто напомню, то, що ви знаєте. Проблема в тому, що у нас весь прошлий год в місті не було мера. Бувший когда-то мер Куличенко Іван Іванович став депутатом Верховної Раду України. Весь прошлий год не було мера. Городський совєт був полностью паралізован. Параліч власти проходил. Що проходило, в яких слушаннях. Люди б так не возмущались б. Люди просто хотят. Почему вы не верите? Максим, а вам не кажется, послушайте мене, вам не кажется, що люди б не возмущались, якщо ви хоча б постарались їм объяснить, чому ви це робите? Ви мені хочете сказати, що хоча б один документальний фільм о злодеяніях Петровського був показан в місті? Я уверен, що більша половина жителів не дуже представляє себе хорошо, хто такий Петровський. А ще вторая половина вже забыли. Більше 90% не зрозуміло. Вопрос в другому. Я когда спрашиваю, куди ти їдеш? В Днепр. В Днепр. Все так говорят. Ну так о чём речь? Это благодатная почва. Правильно. О чём речь? Это благодатная почва. Говорите с людьми. Говорите с людьми. На самом деле, смотрите, сколько городов находится у нас вдоль, на берегах реки Днепр. И только единственный город немножко такой. Сегодня люди в Днепропетровске захищали нас. Игорь Бурдык, пожалуйста. Люди вийшли в Днепропетровск захищали нас. Это не Бородин. Это не Бородин. Вы не вийшли. Други в Днепропетровске Мариуполи. Извините. Я не люблю вообще, когда здесь хоровое пение, но особенно я злюсь, когда не дают сказать слово моим коллегам. Игорь Бурдыка, пожалуйста. Спасибо за шутку про Херсон, про мой родной город. Вы знаете, она очень смешная. Вот действительно. Как бы, по-моему. Я вернусь к теме о Кировоград. Да, про Кировоград. Говорили сегодня о названии Кропивницкий. Насколько я понимаю, если я могу правильно судить, я в феврале писал большой материал о переименовании Кировограда. Это название тоже появилось всего два месяца назад, потому что еще в феврале второй альтернативой, основной альтернативой Элисаветграду был Ингульск. Так вот, на мой взгляд, как бы проблема, ладно, с Днепропетровском, но уже покончено. Ну, тоже мы обсасываем то, что уже произошло. В случае с Кировоградом, насколько комитет, Сергей, вот насколько комитет способен разрулить уже ситуацию, тут уже вопрос не в переименовании, а разрулить ситуацию о том, что в городе не принимают то название и не могут определиться ни с одним названием для нового города. Насколько вы сможете это решить и насколько вообще эта проблема требует столь серьезного обмусоливания на фоне всего того, что происходит в стране? Владимир, я вижу, сначала Сергей, затем вы. Просто предложение Сергею и вам. Пусть комитет проведет выездное заседание в Кировограде пока еще. Я вам скажу так, Кировоград, Кировоградом ми займаємося в комитеті уже больше півроку. Питанием лише Кировограду, потому что мы понимали проблематику цього питания. По-перше, давайте, технічная речь, згідно с законом местная влада должна была организовать громадские обговорения. И это должна была сделать местная влада. Коллега Курич сказал, что это не было сделано в Днепропетровске, потому что у них там что-то было парализовано. Так как это не было? Можно я закончу? Во всех 8 районах было обговорение. И все 8 районов решили, что Днепропетровске. Так не можно. Так вот. Закон так інше пишет. Це перше. Друге. Закон вимагає переименування. Тому в Днепропетровску залишити Днепропетровск не было ніяких законных возможностей. По Кировограду ситуация была наступна. Місцева рада прислала нам в комитет без проведения громадских обговорений, как это предбачено законом. 7 наименувань. Вони не сказали оберите это або оберите это або оберите это. Вони прислали 7. 7. Это не грає жодної роли. Вони прислали 7 назв. Институт национальної памяті дав нам тоді одну назву Ингульск. И тоді комитет, керуючись нормами закону, отримавши 7 назв від міста и одну назву від Институту национальної памяті співставив їх и рекомендував Ингульск. Но когда начало питание что Ингульск не является принятным тогда появился Кропивницкий и как вы скажете чи отреагирует комитет комитет отреагировал комитет прислухался и изменил свою позицию и комитет рекомендует сегодня Верховной Раде поднимать назву Кропивницкий Мы категорично не готовы поднимать назву Елизаветград Нам пропонували свята Елизавет Елизавета свят Все что завгодно Но зі згадкой Елизавети цариці за часи в якої російської императриці за часи в якої це місто було засноване Оце ми ідеологично не могли підтримати і ми про це сказали Я ще раз підкреслю Я двічі чи тричі письмово офіційно Навіть ну А чому ми ідеологічно не можемо це підтримати Це ж наша історія Звертався Вашу історію Дариться Елизавета ваша історія Ваша історія Відти в Українській історія Відти в Українській Петровській Ждамов Тержинський Ленин Ханівськ Батуміста і так далі і так інше Якщо так Матері Востояння політика по этому поводу Понятна Владимир Кандидров А ви як считаєте? Я ще раз Далекий Я ще раз Андрей хотів би підтримати Тому що Считаю Що Якщо ми не вберем зараз символи То Именно в такому Случа Возможні бунты Тобто Не потому Що-то не буде переименовувати По поводу Подходи Сергей Я не говорив Про подходи К переименованию Не слава Богу Более-менее Про европейські І То, як це Происходит То, що ми це все тут обсуждаємо Це вже о многому говорить Правда? Вопрос в том Як ви депутаты Що ви делаєте Як исполнительна власть Як ви продовжаєте работать Вопрос в Открытості Вопрос в том На первом месте Человек Или на первом месте Система Понимаете В чем дело? Лучший проект Декоммунизации Это сделать сквер На месте памятника А не поставить Новый памятник Понимаете? А вы хотите Продолжать Устанавливать Памятник Не просто Новый Владимир Я не могу Не уточнить Вы как человек Искусства Витаете в облаках Не будет там Нового памятника Там дом будет Там дом Сквере небесной сотни Там будет дом Я просто Это еще нигде Не озвучивалось Но я хочу Сделать Такое Объявление Что Мы вместе С ВДНХ Киевским Вместе с Киевской администрацией Сейчас обсуждаем Вместе с институтом памяти Сейчас обсуждаем Возможность Создания По европейскому Примеру Парка Тоталитарной Скульптуры Чтобы не уничтожать Историю А чтобы Сохранить ее Для будущих поколений И показать Что такое Тоталитарное искусство Как страшно Это когда На первом месте У нас нет человек А когда Это все Навоздают И вот это вот Неплохой пример Декоммунизации Друзья А что нам делать Николай Вы просите слово Пожалуйста Да вы мало выступали Но Что делать с Мариинским парком И Мариинским дворцом В столице Какие варианты Переименования Кто может предложить Николай Можете начать вы Ну и высказать Свою мысль У меня нет Честно говоря Варианты По Мариинскому парку Я хотел сказать Это имперское наследие Он назвал честь императрицы У нас Декоммунизация А не до империзации У нас закон Можете оставить свою И вона наличие И вона наличия уже 600 лет 600 лет То это далеко не так Потому что Одесса ведет свою историю Еще за часи стародавней Греции Это первое Стосовно Днепроп... Кто переймановый Одессу? Никто А почему нет? Чем вам не имперское наследие У нас законы декоммунизации А чему имперское наследие Читаем законы Подограду это история И самая императрица Елизавета Иосифовна Третя Стосовно того Как переименовывались места Как переименовывались места И как пыталась точка зору громади Переименовали место Котовск Это достаточно крупное место В Одессе Жодного точки зору громади не испытали Переименовали в Подольск Подольск Это районный центр Московской области Яке он имеет отношение к Котовску 90% жителей Котовска Прагнули Залишить Такую назву Как была Елена Сотник затронула Очень важную тему Которую мы все с вами Почему-то заговорили Елена Сотник затронула Тему Которую мы заговорили Это цена вопроса Кто платит за все это будет Меня интересует Очень кратко Кто-то владеет точными цифрами Вопрос цены для государства И вопрос цены для каждого гражданина Сколько стоит Оформить новые документы Сменить прописку Сколько стоит Перерегистрировать бизнес И кто за это будет платить Государство платит Бизнесмену Перерегистрацию его документов Была вчерашняя заява Министра юстиции Павла Петренко Что Для людей Это не будет Коштовать ничего Тобто Система ЦНАПов И так далее Куда люди будут Звертаться Вона автоматично Будет Писать уже Те место Яке Згідно решения Верховной Ради Было Принято Я читал Минский голова Дніпропетровска Зазначил Что для миллионного Места Это будет Коштовать 800 тысяч Ну Такие Как Коллега Вилкул И ряд И других Регионалов И они за одну Поездку На Мальдиви 800 тысяч Выкидают Это не так страшно Можно их попросить Они поможут Это невеликие ресурсы И можно Таким чином Закрыть Показать Про наши Про наши Тоже Конечно Конечно Я хочу Только Я хочу Я хочу Не могу Никому дать Слово Продолжить Потому что Мы должны Быстренько Посмотреть Что Как голосовали Наши зрители Пока вас слушали На нашем сайте Подробностей Мы задали им вопрос Кто же на самом деле Должен выбирать Название Для городов Дайте нам результаты Пожалуйста Политики Уверенные Около 20% Те кто нас сейчас Смотрит и голосует На сайте Жители городов Около 80% Вот вам В принципе Какой-никакой Да ответ На все то О чем мы здесь спорили Это черное зеркало Мы продолжим Через несколько минут Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ Это черное зеркало Мы продолжаем Сейчас начинаем Говорить о том Что сегодня происходило В центре столицы Взрывы Фаеры Кто все это организовал Как это отразится На судьбе Украины И как далеко Эти волны от взрывов Пойдут по всему миру Это очень важно Для каждого из нас Поверьте Итак Сегодня в столице В центре столицы Было очень горячо Выступали Против местных выборов Азовцы Которые пришли Под стены парламента Должен сказать Выступали Громко Активно Собралось Их ни много Немало До 2000 человек Кто из присутствующих Думает Что это было Да Игорь Можно Ну смотрите Я считаю Тут нужно таким Вас интересно Послушать Потому что Один из членов Вашей фракции Вел этих людей На парламент Это кто А кто это был Нашей фракции Извините Андрей Белецкий Николай не был В Народном фронте Не был в нашей фракции Вин позафракционный Звычайно Мы его на выборах Подтримывали В 2014 году Вот поэтому я и перепутал Что такое батальон Азов Бо возможно не все знают Это героичный батальон Який звольняв Маріуполь Який фактично Був нашим форпостом На півдні Донецкой области Тому Я навіть З Волині знаю Вот я еще переглянул В нас Один из первых Загиблих бейцов Був 18-ти річний Хлопец Андрій Снідко З Меневицького району Який загинув Який добровольцем Пішов в батальон Тому фактично За заявою Національної гвардії Людей, які служат В батальоні Там не было Тому що Їм законом Забороняється там бути Але були прихильники Азова Цивільний корпус Це патріоти Націоналісти Люди, які Давали відстіч Російській агресії Це перше Друге Яка була мета Яку я особисто розділяю Азовці і прихильники Прийшли Дати Попередження владі І Верховній Раді І мені в тому числі Аби ми жодним чином Не допустили На сьогоднішній день Виборів на Донбасі На непідконтрольованій Території Яку сьогодні На жаль Поки Контролює фактично Російська Федерація І сепаратист І третє Я не можу про це Не сказати Але я думаю Що Андрій Білецький І його колеги Мають політичні амбіції І можливо Ця громадська структура Поки не політична Найближчим часом Буде переформатована Я так думаю Якщо ви мене запитуєте Якийсь політичний рух Політичну партію І це була спроба Показати свою силу До речі Я хочу одну річ Сказати Я сьогодні бачив Цей мітинг І стін Верховної Ради Не тільки Ну за моїми оцінками І багатьох журналістів Там не було Від п'яти до семи тисяч людей Це треба дискутувати Стосовно цього Провести можливо цей Але дійсно Не тільки Азов Фактично Це не була наша акція Але я її особисту підтримую Разберемо цей Такі речі Теперемі 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 СНБО Даже назвав Кто цю картинку показав Першим Российське Проводництві Теперемі Теперемі К сожалению Теперемі 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 Я хочу просто Продовжити Тому, о чому Мой колега Все такі акценты Другі поставити Ви-первых Наверно Для картинки Всегда треба Отвечати На вопрос Кому вигодно Вспомнити О российських каналах А я був ще вспомнив Нашу партию війні Для которой Цей лозунг И просто, кстати, сейчас, когда ведутся сложные переговоры о том, возможен ли комплекс мер, в итоге которых выборы, а не выборы сами по себе. Напомню, об этом сегодня и президент говорил. Но тут важно и другое. Мы имели дело действительно не с военными. Мы имели дело с людьми, прошедшими войну, милитарными людьми, но в организации, заявившей о политической деятельности. Андрей, там были футбольные болельщики, там не только военные. И второй момент, который я считаю принципиально важным. По сути, было дано понять, что это не просто предупредительно, а предупредительно, ультимативная акция, следствием которой может быть даже попытка госпереворота. Я так понял угрозу парламенту. Это сказали вам, законодатели, возле вас. То есть вы видите, что в следующий раз они придут с оружием? Андрей, в следующий раз... Госпереворот сегодня был в Киеве, да? Послушайте. Игорь, вот вы знаете, вы так радуетесь этой ситуации, что как-то мне даже не верится, глядя на вас, что народный фронт точно не пишет. Олег, я хочу, чтобы сейчас в эфире... Людина говорит про госпереворот. Он сегодня прокинулся и побажем госпереворот. Я хотел бы, успокойтесь, я хотел бы, чтобы в эфире, пока мы дискутируем, нашли цитату Белецкого, с которой он выступил сегодня на митинге. Я надеюсь, что мне не нужно бы это объяснять, что сказал этот человек не мне, а вам, законодателям. Спасибо, я попрошу режиссеров наших редакторов приготовить эту цитату. А пока, извините, Андрей, а пока я попросил бы вывести на нашу стену, на экраны, другие цитаты европейских и не только лидеров о том, как они понимают необходимость выполнения минских договоренностей. У всех немного претензий, у всех собравшихся, но о том, что у нас нет другого варианта, спорить со мной вряд ли кто-то сейчас будет. Вот что говорил Франк Вальтер Штанмайер, министр иностранных дел Германии, что военного решения этого конфликта нет, и у нас есть только один вариант, дорожная карта к разрешению конфликта, это именно минские соглашения. Франк Штанмайер, это нужно снимать санкции из Российской Федерации. Процитуйте, что это только в разе выполнения минских договоров. Следующая цитата. Это цитаты последних буквально даже недели. Следующую цитату выдайте нам, пожалуйста, на экран. Франсуа Алан, президент Франции. К нему у вас есть, Сергей, претензии? Выбачьте, но Ассамблея проголосовала тиждень тому за знание санкций. Ассамблея решение... Давайте не будем перекручивать. Это решение, рекомендательная Ассамблея, не имеет никакого отношения к позиции Франсуа Аланда. Принималась она далеко не большинством, и это рекомендательный документ, который не является законом. Это наш главный союзник, о чем мы говорим. Минские соглашения, по мнению Франсуа Аланда, президента Франции, члена переговорной группы, так называемой нормандской четверки, на минуточку, о том, что Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. Есть у нас еще цитата Барака Обамы, пожалуйста. Барак Обама, президент США. К нему какие претензии у вас, Елена Сотник? У меня есть претензии... Враг Украины? Это враг Украины? Нет, конечно, нет. Но вопрос в том, что для Обама на сегодняшний день не стоит вопрос в решении этого конфликта, потому что он скоро не будет президентом Соединенных Штатов Америки. И на сегодняшний день для него основная задача, чтобы этот конфликт не имел никакого продолжения и активизации этого продолжения. И только поэтому он выступает за решение Минских соглашений. В Минских соглашениях не существует. Это вообще папир, это не документ, это не договоренность. Это политические условия. Есть у нас другие варианты. Давайте про это говорим. Но я веду не к этому. Мы видим настроение Европы. Теперь давайте подумаем о том, что нас ждет в ближайшее хотя бы лето. Как минимум три момента я могу выделить. Июнь. Саммит НАТО с участием Украины. Есть нормандские переговоры, встреча нормандской четверки. Есть такой момент. Выделение очередного или не выделение очередного транша МВФ. Это приблизительно, скорее всего, будет в августе месяце. И июль месяц решение о продлении санкций против Российской Федерации. Фактически это поддержка Украины. Сегодняшняя акция под стенами парламента, Игорь, которой вы так радуетесь, насколько приблизила у нас к этой поддержке, насколько она обрадовала Европу и дала ей четкий сигнал о том, что мы надежные партнеры, которым стоит помогать в войне. Дви тези, если позволите. Первая теза. Когда люди из оппозиционного блоку, которые фактически, последователи партии регионов, раздмуховали войну на Донбассе, то ни они, ни другие их родители, не поехали, как эти хлопцы, извините, 18 лет, защищали нас на Донбассе. Вот эти и поехали. Они их сегодня называют боевики, там какие-то... Эти люди с этими прапорами умирали за каждого из нас. И это вы никто не заперечите. Сегодня эти люди, потому что я их знаю, я их многих знаю, пришли своей громадской акцией. Ну, это их право, давайте так будем сказать. И они сказали про то, что мы, действительно, покажите цитату Белецкого, мы даем червону или желтую картку владе, мы не допустимы выборов на территории, которую мы не контролируем. Это была их заява. Не было заяв про госпереворот и так далее. Поэтому сегодня не было жоднои заяви посла стосовно этой акции. Сегодня не было других заяв, которые бы сказали, что это акция. Вона, кстати, прошла мирно. Заява киевской полиции была наступна. Провокации не было. Посмотрите на мирно. Штурмов не было. Гранат, как это было 31 числа, не было и так далее. Тому эти люди имеют право на свою позицию. Игорь, вынужден вам поставить вопрос в лоб. Не будет ли на следующих возможных, досрочных парламентских выборах идти на выборы новосознанная партия, использующая название АЗОВ, в которой мы увидим очень много фамилий из нынешнего Народного фронта. Вам нужно, мне кажется, в эту студию запросить Андрея Белецкого. Это логично. Как лидера, который создал полк АЗОВ и батальон, который дали вам ответить. Вы ответите за Народный фронт. Оксана Маркарова, первый замминистра финансов Украины. Оксана, расскажите нам, пожалуйста, мы все ждем очередной транс Международного валютного фонда. После таких историй вашему ведомству будет легче или тяжелее? Его, грубо говоря, выпрашивать для Украины. По-перше, я бы не говорила слова такие, как выпрашивать или чешусь. Я вам сочувствующе это говорю, потому что вы вынуждены это делать. Ведь реальных реформ, которых ждет МВФ, в стране нет. Продемонстрировать вам нечем. У них иное мнение. Я сочувствую. Миссия МВФ немножко иначе сформулировалась. Главное, хорошо. Я не погоджусь тут с вами. Я думаю, что мы достаточно позитивно. И я бы сказала, швидко в этот раз пройшли переговоры с миссией, которая приехала, которая отзначила и тот прогресс, который достигнет в макроэкономической стабильности. И я вважаю, что те, что после буквально двух тижн перебивания тут миссия дала достаточно высокую оценку, и мы достаточно быстро на уровне миссии достигли сгоди, показывает, что миссия доверяет уряду, миссия готова співпрацювать с Украиной дальше. И я, честно говоря, вообще не вижу связку переговоров с МВФ миссией и с той акцией, которую цивильный корпус АЗОВ сегодня провел. Потому что, на самом деле, и в Европе, и на международной арене набагато меньше уваги подделяется нашим внутренним... То есть МВФ готова закрывать глаза на политическую дестабилизацию, например, в Украине. А где вы побачили дестабилизацию? Повторите 10 раз эту акцию, это будет называться политическая дестабилизация. Не, ну, чекайте, давайте говорите про... Друзья, ну на самом деле это мирная акция, которая произошла. Да, безусловно, сам сегодня... Максим, я знаю вас как очень воспитанного человека, вы только что перебили женщину. Ну давайте, Оксана, закончим. Да, я прошу прощения, но тем не менее... Оксана, продолжайте, пожалуйста. Если вы спросите, никаких вопросов, особенно сегодняшней эмиссии, ни один из наших кредиторий нам не задавался. Спасибо. А теперь вот с ним... Спасибо. Друзья, ну совершенно очевидно, что будет несправедливо все связывать в одну кучу и сваливать. Это нельзя. Объединить необъединяемые вещи. Есть чистая политика. Господин Белецкий сегодня заявил, я слышал, читал в средствах массовой информации о своих политических амбициях создавать националистическую партию. Они имеют право, у нас много националистических партий. Свобода, например, другие есть. Они-то имеют право. Мы живем в демократической стране. Это раз. Это первое. Второе. Что касается финансов и денег, то здесь уже работа всего украинского парламента и украинского правительства. Я внимательно следил за работой мониторинговой миссии Международного валютного фонда. Меня много раз спрашивали, а под какие условия, под какие условия. Друзья, да никакие могут быть условия. Самое главное, они пришли и дали оценку прожитому, проработанному году и тем планам, которые были поставлены. Я так понимаю, господин Александр? Вопрос в том, что посмотрите, как они отреагировали и одобрили назначение генерального прокурора Украины. Это было, это факт, это высказано было в публичной плоскости. Европа, мир доверяет сегодня новому генеральному прокурору. Они оценили хорошо самое суровое на всем европейском континенте антикоррупционное законодательство. А наша задача его имплементировать. Вы считываетесь о наших успехах. Одну единственную мелочь, неважную, еще осенью прошлой должны были. Это транс, знаете, до сих пор решают. Совершенно верно. Так довольны, так все хорошо. Вот именно поэтому, что сегодня подолан кризис парламентский урядовый. Новое правительство есть. Я вчера следил за новым планом реформ, который будет в течение недели полностью обсуждаться. Андрей, новая националистическая партия создается. Вам что об этом известно? Конкуренты в спину начинают дышать? Я считаю, что в условиях, в которых сегодня находится Украина, говорить в таких словах, как конкуренты, это абсолютно неправильно. Потому что наши парни из Легиона Свободы, которые воюют на фронте, воювали на фронте против российского агрессора. И боицы батальона, потом полка Азов, которые так же воюют против российского агрессора, они побратимы на фронте. И я думаю, что патриоти и националисты... Но если эти люди выйдут на выборы, они станут конкурентами. Я вважаю, что в этой ситуации мы должны думать не про ситуативные вещи, а тактичные в среде Украины. Мы должны думать, прежде всего, про глобальные вещи и стратегические вещи. У нас есть враг главный Росия, против которого мы должны бороться. И мы должны в среде страны создать коалицию всех патриотических сил. И для того, чтобы не допустить этих ганебных реализаций, этого плану проведения выборов на оккупованных территориях. Я думаю, что это позиция, которая объединяет всех патриотов и националистов. И нужно думать и говорить не про конкуренцию, а именно про объединение в единую сильную коалицию против этих вещей. Свобода всегда готова к таких объединения. Мы всегда открыты и конструктивные. И я уверен, что люди, которые имеют уже такую долгую историю отстояния национальных интересов, наконец-то должны поделать традиционную украинскую хворобу разъединенности патриотов. А наоборот, единым колоком идти вперед. Игорь Бердубер. Я хотел бы напомнить, мы сейчас проводим все-таки, вот вы сами говорили, четко разделяем, наверное, да, все-таки полк АЗОВ и гражданский корпус АЗОВ, который сегодня проводил эту акцию. И как бы я здесь хотел бы отметить, что вопрос даже не в МВФ. Давайте не будем все время оглядываться на МВФ. Насколько, простите, на ваш взгляд, в принципе, допустимо, что цивильный корпус АЗОВ, да, общественная организация, гражданское движение, в состав которой входят люди, часто откровенно неонацистских взглядов, российских взглядов, люди, которые 19 января срывали акцию памяти российских журналистов, люди, которые в Яготыне устроили, я дозвал бы это шабаш с откровенно российскими высказываниями по поводу открытия центра для беженцев, люди, которые в Белой Церкви ходили по квартирам и на основе этнического профайла запугивали чернокожих, которые живут в Белой Церкви. Все эти люди вообще позволяют себе сейчас диктовать какую-то политическую волю этому государству. Можно дать ответ? Если у вас есть ответ, дайте. Слушайте, что значит диктовать политическую волю этому государству? Первый. Шановные друзья, мы строим демократическую государству. Вы считаете, что поменяется в городе 5 тысяч молодых людей, которые имеют свои доказательства? Они имеют право выйти на улицу столицы? Мают. И поэтому никто не диктовал. Я еще раз скажу, на отмину от акции 31 числа не кидалися гранаты и никто не загинал. То есть вам только когда гранаты кидают, диктовка называется диктовать? Можно передерговать. В любой структуре великой, где есть 10 тысяч членов, 5, 7, 100 человек, есть разные люди. Есть кто-то, кто делает ошибки, я это знаю. Есть другие, есть перекосы на превеликий жаль. Но еще раз хочу сказать, что фактически цивильный корпус и полк Казов – это украинские патріоти, которые не на словах, а на деле показали себя на фронте. Крапка. Это основное. А сегодня они имеют свою позицию. Напевно, кому-то хотелось, чтобы они сидели где-то в погребе, в лесе или на фронте. Но они сегодня имеют свою позицию. Кстати, с ней политики будут рассчитываться. Будут. Потому что это не бабушки за 100 гривен. Как много акций проводятся в Киеве, вы это прекрасно знаете. Это люди, которые имеют свои взгляды. Это украинские националисты. Это нормально. Мы живем в стране, где часть населения поддерживает украинский национализм. Как вы поддержите? Какая часть? Скажите мне, пожалуйста, какая часть? Какая часть? Слушайте, я не буду про Азов. Я вам расскажу про выборы 12-го года. А вы оттожнили? Нет, 12-го года и в городе Луцьке, где я живу, 28% проголосовали за свободу. Я в одном разе не оттожнили. Каждый третий. Потому что я знаю, что украинские националисты боролися с националистами, как и с коммунистами. А почему вы оттожнили? Александр Ревилков, спасибо. Уважаемые коллеги. Мне кажется, что многие аргументы, которые сегодня прозвучали, они как королевство кривых зеркал. То есть некоторые депутаты из провластных партий договорились про то, что министр иностранных дел Германии, президент Франции, президент Америки это практически пророссийские сепаратисты. Когда они сказали, что Украине нужен мир и необходимо выполнять минские соглашения. Это очевидно. Это хочет Украина. К этому пришли все мировые лидеры. Нет другого решения вопроса. А, конечно, вот такие радикальные и экстремистские акции в центре европейского города Киева, они 100% только пугают наших европейских партнеров, наших американских партнеров. Но самое плохое, что они могут на самом деле проходить и могут существовать только при попустительстве власти. По-другому это не может быть. Я бы очень хотел, чтобы все понимали, что вот та акция, которая прошла сегодня, то, что мы сейчас видим на экране, это не путь к миру. Это путь к войне. Это путь к разрухе. Это путь к нищенским пенсиям, к голоду. Это путь к тому, что у наших детей не будет будущего. Это путь фактически к разваленной нищей Украине. И ни в коем случае быть этого не должно. При попустительстве власти в Киев взвозил и тетушек, и их озброивал, давал им зброю убивать киян. Вот это попустительство власти. Вы это сами придумали. А сегодня была политичная акция. А в Днепропетровску кто организовал тетушек? Послушайте, господин Аваков является вашим однопартийцем, министр внутренних дел. Пойдите, напишите на меня заявление. Уже два года расследую. Это проблема генерального прокурора Шокера, за которого вы голосовали, который вас не тягал. И лично вы расследуете. Я надеюсь, что вы уже рассказываете сказки. Только что у вас была БАМа сепаратистом, теперь вы что-то про меня сказали. Давайте вы спросите, что по ругаться вы всегда можете, как минимум, в украинском суде Елена Сотник. Коллеги, смотрите, на самом деле, про такую ситуацию, что она может статься, мы, европейцы, принаймні, самопомощь и американцы попередали еще рік тому. И те, что кто-то подхватит и будет политично использовать меседж про то, что не можно проводить выборы на Донбассе, это очевидно. Но, фактически, это проукраинская позиция, потому что выборы на Донбассе проводить за данных обставин неможливо. И пока не пройдет полная деокупация этой территории, пока не будет выведена звезды зброя, полностью установленный суверенитет и полностью контролированные кордоны, вы, извините, пожалуйста, вы только что на передней части говорили про европейский, до речи, вы тоже говорили про европейский. Так, это есть стандарты ОБСЕ, европейские стандарты, когда мы сможем там провести по европейским стандартам выборы. А сегодня проведение, я их читала, там нема про что говорить, там нема про что говорить, нема ратификации Верховной Ради, это не есть международный договор, который ратификованный Украиной, забудьте про это. Не существует минские договоренности, это политические договоренности. Не шматок, не шматок, не шматок, Сергей, одну секундочку, останний меседж, поки не припиниться шизофренія у влади, коли ми не називаємо території окупованими і окупованими Російською Федерацією, не буде жодною, звичайно, буде дуже складно, принаймні, підтримувати санкції. Але коли ми санкції привяжемо чітко до того, що Росія окупувала Крим, окупувала Донецькі і Луганські землі, от тільки тоді не буде вибору у Європи, бо це порушення міжнародного законодавства, і тоді буде продовжена санкція. А якщо ми будемо займати слабку позицію, говорити про те, що мінские договоренности, іншого варіанту нет. Вы сейчас вспомните о том, что санкции зависят только в желании Европы. Ну нет военного решения. Санкции залежат не от желания Европы, це помилка. Тому що санкції – це реакція на порушення Росії у міжнародного законодавства. Крапка. У немає з одного вибору. Хорошо, Сергій Васильевич. Ви знаєте, Олексій, ви задали питання, чи це лякає Європу, а перейшли в дискусію, чи це лякає Міжнародний валютний фонд. Це трошки два різних питання. Ви знаєте, Європу лякає відсутність в Україні реформ, це раз. В Європу лякає шалена корупція в вищих ешелонах влади. Європу лякає офшорні скандали. Оце Європу реально лякає. І саме це може послугувати тим, що на політичному рівні вже починається коливання по санкціях. Але я повністю погоджуюся з Оленою, що насправді санкції – це реакція на порушення міжнародного права. Повертаючись до Мінських угод, про які тут багато говорять, насправді те, що відбулося сьогодні – це реакція на ту абсолютно неправильну, як вже очевидно для всіх, політику, яку веде діюча влада. Коли нам розказують, що іншого варіанту, крім Мінських угод, нема, ніхто цих Мінських угод не розуміє. Мінські угоди були підписані майже два роки назад. І навіть перший пункт цих Мінських угод не виконаний. Це повне припинення вогню. А нам далі розказують, що це єдиний шлях і шляхів більше нема. Тому мені здається, що для того, щоб позбавити навіть натяку от на такі речі, які відбулися, нам треба міняти нашу стратегію по поверненню Криму і по поверненню Донбасу. У нас губернатор Тука, будучи губернатором, публічно заявляв, що нема стратегії. Тільки людину перевели до Міністерства оборони і каже, що вже стратегія є, але вона ще не затверджена, то її повинні ще затвердити, перед тим розробити і потім обговорити з людьми. У нас не існує, на жаль, сьогодні на політичному рівні адекватної, реальної, серйозної стратегії повернення Криму і деокупації Донецької Луганської області. Ні, я не вирішую, я не можу з вами, Сергей, не согласиться, і хочу кое-что додавити, о том, ви говорили о колебаніях, колеблются вже не тільки ці вопроси. Кто знаєте о послідній заявлений міністрів внутрінних дел Франції і Гермії? О безвізовому режимі. Я знаю, да. Я можу напомніть, просто, може, хтось і зритель не знає, а ви продовжите і прокомментируєте. Міністр внутрінних дел Франції Бернар Кознєв сьогодні заявив о том, що предоставлення безвізового режиму для України не буде розмотлено в ближайшій неділи, і, внимание, навіть місяці. І вторить йому в этом міністр внутрінних дел Гермії. Комментируєте. Я пам'ятаю дуже добре, як я сидів в цій студії і був чи не єдиним, можливо, ще пару людей було, які говорили присутнім представникам влади, що не кажіть ГОП. Я пам'ятаю цю веще. Я був тоді. Саме про це йде нова. Давайте доб'ємося вже результату, а потім будемо святкувати, піарити, увішати медаль. От повісили медаль, перепригнули, і вже сказали ГОП, і тепер така ситуація. Це насправді абсолютно передбачено. Щоб додатися, Андрій, результата, згласитись, працювати треба. Абсолютно. І тут є двояка ситуація. А хто працювати, давайте поговоримо прямо зараз, але поки дивимося, який варіант відповіді вибрали наші зрителі на сайті подробності УЕЙ. Вони нас дивляться, і на цьому сайті мають можливість участвувати в наших інтерактивних опросах. Вопрос звучав так, чем були мітинги в Києві сьогодні? Це провокатори, я уверена, 70% тех, хто нас зараз смотрит і голосує. І проявлением патриотизма це считають ось 30% опрошено. Спасибо. Ви говорите, Андрій, о тому, що треба працювати. С цим ніхто не... С цим ніхто не поссорить. Я хочу сказати... Ми все працювати, ждем парламент. Извините, я закончу. По этой, ну і по нескольким уже неделям, до місяцем работы парламента складывається ощущення, що депутати охотно голосують тільки за те законопроекти, на которых, извините, можна попіаритися. НО! Но при этом, многие важные для страны вопросы, касающиеся реформ, откровенно пробуксовываются. Складывається впечатление, що для плодотворной, хоть немного плодотворной работы в парламенті, в коалиції должны проходить переговори, які предшествовали назначению, например, Луценко на должність генпрокурора. Кто-то согласится со мной или нет? А які переговори були по призначенню Луценко генпрокурором? Прийшов Петро Порошенко и сказал, я хочу тільки його, мені байдуже, що в нього нема юридичної освіти, мені байдуже, що він немає взагалі досвіду, що він не розуміє, що таке юриспруденція, що він не розуміє, що таке незалежна генеральна прокуратура. Я хочу, щоб він був призначений. Які добіста переговори? Парламент переговори через калено і назначили Луценко. І под нього прийшови дозволили закон. А ви говорили про Луценко, Юлі Владимировні, коли Луценко работала міністр внутріннях дел. А це різні речі. Як я це речі? Міністр – це політична фігура. А генеральний прокурор – це професійна людина. Вопрос генерального прокурора нового ми дуже детально обсудили на винулій програмі. Не будемо повторяться. Я спрашивав о другому. Ми можемо говорити чи чекати хоч якогось успіху нової коаліції, якщо зараз наблюдаємо, що для хоч маломальського результативного голосування йдуть на поклон к разным фракціям і олігархіччям. Ви праві. Хай вони спочатку покажуть, яка це коаліція. Бо коаліції ніякої нема, документів нема, голосувань у них нема. Вони весь час, коли голосують, вони просять групи, щоб їм допомагали, різні всякі, які з різних команд. Ви теж допомагали, ряд законопроєктів були прийняті і вашими голосами. Правильно, якщо ми ідемо, можливо, я скажу, підтримуємо за це голосування. Понимаєте, якщо ви проаналізуєте голосування на цій тижді, то ви побачите, ситуативне голосування далеко не тільки з допомогою олигархічної групи і так далі. По ряду вопросів голосувала самопоміч, по некоторым голосувала батьківщина. Другое дело, якщо ми посмотрим, часто приймали некоторые законы, во вторник в частности, да і в четверг, по-моєму, с 5-6, 4-5-6 попытка, тому що депутати відсували, да, хто-то курить, хто-то кофі п'єт, кого-то нет вообще в парламенті, да, більше ста депутатів нет на місці, вот це проблема. А коли треба проголосувати, приходять, голосують і так далі. Можливо, зблокувана трибуна, у нас тут раскладушки заносять в парламент, понимаєте, я не удивлюсь, що якщо так далі пойдет, скоро принесуть ще душеві кабіни і біот туалет, понимаєте, але це вже не смішно, це позорище, це позорище. Ну, во-первых, я говорю вам о том, что, по моєму собственному мнению, после анализа голосования на этой неделе і предыдущій теж, у мене сложилось впечатление, що нікоті депутати Верховної Раду України, ну, що ли, проверяють чи тестирують нового спикера на прочность, понимаєте, він їх всіх напугав, о том, що придеться работать три недели подряд в сенсіонному зале, новими графиками работами і ще штрафами. Три недели вам нельзя в ньомуському сусі. І ще штрафами. Олексій, я вам сочувствую, вам три недели точно нельзя, через две недели чемпионат мира по футболу начинается, вас ж половину там всіх увидят. Три недели никак, правильно? Нельзя. І перший матч зборно України, кстати, состоїться 12 іюня, в воскресенье. Это не рабочий день. А ви билет уже купили? Не рабочий день. Я просто болею футболом. А болеть будете во Франції или в Києве? Ещё не решил. Ещё не решил. А как вы можете это решать, если у вас, в общем-то, пленарная неделя? В воскресенье 12 іюня. А вернуться нужно будет? На чартере. К сожалению, или к счастью, у меня нету ни чартеров, ни причастливейся. Андрей, альфий, Андрей, раскладушки вы заносили? Да, раскладушки заносил я, занесли три раскладушки. На самом деле, это была моя идея, и мне очень приятно, что она оказалась настолько эффективна. Объясню, что я имею в виду. Две недели фракции радикальной партии, для того, чтобы принять одну постанову парламента, где нужно всего 150 голосов, для того, чтобы расследовать коррупцию в высших эшелонах власти Украины, обращала к своим коллегам и говорили, какие-либо законы, которые вносятся в парламент, которые необходимы для реформ, которые необходимы для поддержания обороноспособности страны, для любых других полезных вещей мы будем голосовать. Ну и уважайте нас, уважайте нас как людей, уважайте нас как коллег, давайте создадим временную следственную комиссию, давайте 150 голосами, когда всегда есть в зале, проголосуем, после этого мы будем поддерживать все эффективные начинания, которые уносятся в том числе комитетами Николай Страва. И только наши распродушки сегодня, слава Богу, дали возможность нам зарегистрировать такую постанову. И я уверен, что в следующей сессии она будет проголосована, и мы созрели... Вы не только распродушки, вот коллега, как работает с вами. Вы понимаете только силу. А самое главное, хочу вернуться к предыдущему, к предыдущему вопросу. Андрей, да вы хотя бы их разложили, вы, наверное, их даже распадывать не умеете. Это следующий этап. Положили в стопочку. А теперь следующий вопрос. Неужели вы думаете, что весь мир будет думать о нас? И Обама, Нуланд и все остальные будут говорить только то, что хочет слышать предовой украинец. Никогда не будет думать только о себя. Все, что нам нужно сделать, забыть о том, что мир живет своей жизнью, украинца, что нам нужно думать только о себе. И дальше пользуюсь случаясь, хочу обратиться к вам. Вы, первый, заступник министра финансов. Скажите мне, будь ласка, на каких условиях вам гарантовали продолжение співпрации с Минозаврным валютным фондом, который существует так званый закрытый протокол? Что это такое? Что вам известно про это? Скажите, будь ласка. Ну, по-перше, нам никто ничего не гарантировал. И гарантий тут никаких не может быть. Насправдя, есть двосторонняя дорога, так бы мовити, співробітництва нашей страны. И меморандум, вы знаете, подписывают четыре особи, над которыми мы работаем. И насправді... Доброе, перепрозую. Подождите, Андрей, дайте мне поработать. Я все-таки, у меня еще одно точнее. Вы только что сказали, что транша может и не быть. Не, я такого не сказала. Я сказала, прозвучало слово гарантировать. Я, как финансист, до слова гарантия отношусь досить чётко. Гарантия – это гарантия. Хорошо, а что там со скрытым протоколом? Что за история? И закончим. Я не знаю про який скрытый протокол и думаю, что он навряд ли может и существовать. Переговоры происходят достаточно прозоро. Есть меморандум, который действительно есть проект, который мы обговорили, который мы на уровне миссии, скажем так, угодили частины этого меморандума. Когда говорят, что МВФ что-то требует от нас, это тоже немного прощение ситуации. На самом деле, МВФ это кредитор, который готовит давать нам певные ресурсы и для этого он хочет видеть макроэкономичную стабильность, он хочет видеть певные показники дефициту, он хочет видеть, что мы движемся с реформами. Чем лучше мы движемся в наших реформах, тем меньше будет этот меморандум. Потому что это наша справа проводить реформы. Мне интересно, что такое секретный протокол. Я поясню, вимога снятия моратория на продажу земель сельского дача призначения, раз. Вимога поднятия пенсийного века, два. Это очень простая вещь. Есть или нет? Так или нет? Я еще раз вам скажу, секретных никаких протоколей немало. Такие вимоги есть? Если вы мне заканчиваете, вимог до нас никаких немало. Есть реформы, которые мы проводим уже второй год. В том числе это касается вопрос сбалансирования пенсийного фонда. Если вы меня запрашиваете, то нам необходимо проводить пенсийную реформу, мы с ней уже запизнилися. И моя особистая точка зору, что пенсийный век давно нужно было подвищивать. Мы одна из остальных стран, которая не подвищает пенсийный Посмотрите на наших соседей. Вы не записали в коалиционную угоду? Подвищение пенсийного века? Мне очень легко ответить на это вопрос. Я не политик. Что с землей? Она не политика на финансировании. Мы с вами политики и мы принимаем решения путем принятия или не принятия закон. Поэтому вопрос о повышении пенсионного возраста на повесе дня не стоит. Когда я почувствую, что Оксана в опасности, я защищу ее. Оксана, что с землей? Я за правду. Спасибо. Питание щодо земли. Это питание визначения политики в этом направлении. Это питание не только уряду, а и парламенту в первую черву, речей. Я могу выставить свою точку зору, но у нас министра выбирали, Оксана. Спасибо. Оксана. Я, как державный службовец, конечно, керуюсь и кодексом державного службовца, и коалиційной угодой той коалиції, которая назначила нас как уряд. Но это не значит, что я не могу выставить, как финансист, свою точку зору, того, что нужно экономике Украины, и как сбалансировать бюджет. Пенсийный фонд требует сбалансирования. И есть много параметров, как это можно делать. Один из них это подняте пенсийного века. Чи будет это ухвелено, чи нет. Когда вы скажете, люди не доживут, послушайте, пенсийный век, который подвищается в всех странах наших соседей, и в том числе Белоруссия, в том числе те страны, если вы не ориентировались на Европу, они тоже идут шляхом подвищения пенсийного века. Давайте сначала создадим условия как в Европе людям. У нас 15 лет больше продолжительной жизни. Там обеспечение медикаментозное, там на 15 лет люди дольше живут. Подивите на средний век, вы считаете, что Белоруссия, Россия, подивите на Россию, Россия тоже предвыщение пенсийного Вы могли сделать вывод, какую поддержку в парламенте могут найти все эти инновации. Кстати, как и другие инновации, Кабмин на этой неделе предложил план, грубо говоря, дорожную карту Кабмин. Давайте послушаем, у нас есть в гостях еще один представитель Кабмин. Это министров. Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности. Игорь, скажите, пожалуйста, кратко остановитесь на том, что в этом плане есть по вашему профильному ведомству. И ответите мне на такой вопрос. Вот честно, вы когда это все пишете, вы не боитесь, что это в столе так и останется? Депутаты, вы видите уровень их поддержки. Вы на них сильно можете рассчитывать или нет? Ну, первое, хочу сказать, если вы видели, я не вмешивался в дискуссию, которая проходила, хотя еще 40 дней назад я был политиком, напевно, я должен выразить свою точку зору. Но, как ни парадоксально, с одной стороны, у нас, министр погоджуясь, пан Сергей, есть политичная посада. С другой, чем дальше он от политики, тем больше он будет успешным менеджером. По большому рахунку, этот уряд поставил перед собой задачу решить три позиции. Первое, неможливо делать реформование, если нет доверия к тем, кто его реформует. Поэтому, первая задача, все-таки, восстановить доверие людей. Без этой позиции мы абсолютно не сможем двигаться дальше. Другая позиция, я тут поддерживаю многих своих коллег, в парламенте. Мы часто малюем хорошие программы и говорим, что мы хотим сделать. Позиция уряда на сегодняшний день абсолютно другая. Мы не говорим, что мы хотим сделать. Не только то, что мы хотим сделать, мы показываем, как это мы хотим сделать. И третье, более глубоко уверенность в том, что если общество не будет принимать участие в этих реформах, мы ничего не достигнем. Возьмем конкретно Министерство энергетики и вугилья, чего начали как Министер. Я, до речи, 40 дней. Первое, мы попросили наших финансовых доноров провести полностью аудит, как финансовый, так и виробничий. Другое, не можно проводить реформ, когда заборгованность в системе энергетики 29 миллиардов. Можно проводить, когда зашлакована финансовая система? Конечно, нет. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно разблокировать или схлопнуть государственные деньги. И появляются какие деньги, дорогие, коммерческие. А вот коммерческий борг, каждый, который в этой системе, имеет свою историю и в некоторых случаях, а может и в большинстве. Какой носит криминальный характер? Третий, мы сделали безпрецедентный вопрос. Что может расшить энергетическую систему? Законы про рынок. И вот я, как выходец с комитета паливо-энергетики, мы пришли до того, что мы развели единую площадку, то есть министерство и комитеты, которые спольно работают над законом про изменения к рынку газу, изменения к закону про энергетику, НКРЄ, КП, про который мы говорили, который в действительности должен стать независимым регулятором. Пане Игоре, скажите, пожалуйста, какого-то ответа. И еще больше. Когда вы видите эту працездательность этого парламента, вы сами верите в то, что эти планы я всегда работал в своем жизни то, что я верил. Если я не верил, я просто этим не занимался. Мало того. Каким чином? И это стосовалось, когда я работал в минулому парламенту и тогда, до речи, когда я руководил подкомитет с нафтой и нафтопереробки, очень много коллег знаю, работали все нафтопереробные заводы. Сегодня я работаю на половину только Кременчук. Это прекрасно, но что вы будете делать с ситуацией, когда ваш законопроект стоит на голосование, а в зале 50 депутатов? Это хорошее вопрос. Но мы должны понять, что у нас парламентская президентская республика и парламент формует уряд. Что вы хотите уточнить, Николай? Уряд без парламенту працювати не сможет. Я могу вам сказать больше. Не было никогда. Прошло 40 дней и я запрошу всех без выключения. 26 травня в месте Киеве будет проходить величезная международная конференция с инвесторами, участниками, финансовыми структурами, в том числе ЕБР, Святого банка, где будет презентована энергетическая программа развития Украины. Игорь, вы сказали, что люди... Да, вы хотите пронансировать это событие. Не только пронансировать. Ну, если Украина три года не экспортировала электроэнергию, а сейчас мы выходим на экспорт. Если три года назад мы 760 миллионов долларов получили валюты, а сейчас не получили ноль, а с 1 червня мы выходим на это. Если вопрос реструктуризации НАКН-Афтогаза стояло с 2009 года, а мы сейчас пришли к реализации не только реструктуризации НАКН-Афтогаза, а всей энергетической секции, ну, такого никогда не было. Если мы поставили эти задачи и расписали, которые... Я вам скажу больше. ...этичною ситуацией. Від нас залежа насквідки швидко мы можем реализовать. Пане Игоре, я вам хочу дати пораду. Вы очень хорошие речи говорите, но не совсем интересные, но не очень интересные. Они не видят кинцевой метки. Вы им скажите, когда все эти ваши заходы снизят тарифы, а тогда они вас будут слушать, вылипаясь до экрана. Я бы хотел сказать... Приблизно когда? Если вы думаете... Если вы думаете, что тарифы изменятся за 40 дней, то они за 40 дней не изменятся. Это я вам отверто скажу. Но разработана петля... Два раза сбільшилась. Друзья, я хочу озвучить сьогодні то, что разработалося безусловно Минэкономикой, Минэфраструктурой и презентовано Министерством Экономики. Я хочу заявить всему в Украине, что через 4,5 года Украина, увеличивши видобуток и использовав генегрозберегающие технологии, выйдет на ноль в импорте газа. Это позиция, на которой будет налаштована вся работа уряда. Хочу, чтобы выслушать. Александр. Если проанализировать последние несколько месяцев, мы помним, что в течение двух месяцев был практически заблокирован парламент и практически была заблокирована работа правительства, то есть правительственный кризис. Потом три недели с нескольких попыток назначали генпрокурора и депутаты за это, по-моему, несколько раз голосовали. Главным итогом предыдущей недели на самом деле всю неделю работали депутаты, много красивых слов говорили. Но как итог по принятым законам, по большому счету, было проведено только изменение названия Днепропетровска и нескольких других населенных пунктов. Что из этого следует? Что коалиции фактически нет. И это проблема. К сожалению, не только этой власти. Это огромная проблема всей Украины. И оппозиционный блок сегодня, как единственная оппозиция в парламенте, представляет интересы тех миллионов людей, которым, по большому счету, надоела эта говорильня и отсутствие какой бы то ни было работы. На сегодняшний момент я думаю, что очень многим уже очевидно, что все-таки досрочные выборы, они неизбежны, которые, наверное, приведут в парламент более адекватных людей, которые сформируют более работоспособное и профессиональное правительство, и тогда Украина действительно сможет двигаться вперед. Андрей Ермалаев, Ваше резюме коротко этой числе. Если кратко, по теме последней важно понимать, что мы будем иметь дело анализировать и давать оценку операционному плану программы, которая должна реализовать кольционное соглашение. Если я правильно понял даже последнюю дискуссию по поводу очередной мембрандос МВФ, политики оказываются в таком же положении, как иногда члены громад по переименованию города. Вопрос не в том, надо ли, вопрос почему из-под тяжка. Это первый момент. Поэтому не только анализ операционного плана, но и оценка соответствует тому, что будет делать президент Гройсман от коалиционного соглашения. Вопрос номер один. Второй момент. Я уважаю Игоря Насалик, он, наверное, один из профессионалов, которые действительно могут дать результат. Но, опять же, с точки зрения происходящего, к сожалению, и разговор о минских протоколах, так называемых, соглашениях, и разговор по поводу декоммунизации, мне напоминает все больше комиксовую политику. Как ярче, четче сказать. Вы и правда считаете, что это была только инсталляция возле парламента? Вы и правда считаете, что мнение участников Нурманского переговорного процесса в отношении Минского процесса, что ситуация с операционным планом это всего лишь месседжи? Это есть реальная политика, в которой Украина очень узкие возможности. В этом году должен быть мирный план, а не потом из-за давления Азова. В этом году должны быть качественные результаты для населения, потому что если пенсионеры будут выходить на улицы из-за голода, какие программы кольцо на соглашение? Андрей, все ответы на эти и другие вопросы, извините, обязательно, но немного позже, через несколько минут. Дождитесь, пожалуйста, будет интересно, в частности, погадаем на криминальной гуще, увидит ли все-таки Янукович небо в решетку или нет. Черное зеркало, продолжаем. У нас впереди еще 30 минут непростых диалогов, ведь темы мы подобрали очень скандальные. Но пока давайте все же выясним, подведем итог, не пора ли депутатам на перевыборы. Итак, продолжим. Реформы. Когда же их все-таки ждать от этой коалиции? Ведь все, и представители коалиции, так не хотя, но признают, что у нее есть проблемы. И особенно... Если разрешите, разрешите, потому что я не вижу министра топлива и энергетики, господина Салика. Господин Салик нас покинул. Нас покинул, очень жаль. Я бы задал ему некоторые вопросы, которые меня очень беспокоят. Например... Но в СССР уже не стоит их задавать. Ну, хочу задать такие вопросы. У меня сегодня вечер вопросов. Почему, например, останавливаются энергоблоки наших атомных электростанций? Что происходит в ядерной энергетике? Почему полгода не разблокированы счета компании «Энергоатом» по так называемым долгам, которые, я уверен, искусственно созданы некоторыми бывшими народными депутатами? Почему сегодня утром произошел рейдерский захват компании, единственной, кстати, компанией, которая имеет лицензию на право добычи ядерной энергии в Украине и ее реализацию за рубеж? Это компания УкрТВС, государственная компания, которая создана еще 9 лет назад. И многие еще другие. Почему? Я уверен, убежден, что если общество узнает на самом деле состоянием дел в ядерной энергетике, общество поймет, то, что мы стоим на пороге следующего Чернобыля. Это не громкие слова, это, к сожалению, констатация того, что происходит в нашей области. Поэтому я буду инициировать создание еще одной следственной комиссии. Я думаю, что уже без блокирования трибуны здесь поддержат меня все. Интересные голоса найдутся на этом? Думаю, найдутся, потому что это беспокоит каждого. Все мы помним, все мы дети Чернобыля и хорошо помним, чем это закончилось для Киева и чем это может закончиться для Украины. Спасибо. Спасибо. Оксана Маркваровна. Оксана, хочу вас еще немножко помучить. Вы меня поймите, к нам нечасто первый замминистра финансов Украины приходит. Вопросов к вам действительно много и в частности и налоговая реформа, которую перезрела уже, да, наверное, вопрос этот и обещали этим заняться еще до парламентского кризиса, затем парламентский кризис у нас съел почти сколько месяцев? Три. Сейчас, что вы можете сказать, ведутся ли какие-то работы по изменению законопроекта? И вопрос очень сложный, приватизация была вот недавно объявлено о том, что Одесский и припортовый завод у нас будет приватизирован. Прозрачность схемы, сколько денег планируется выручить? Что вам известно об этих планах обмена и куда эти деньги будут потрачены? На развитие или снова проедены? Ну, первое вопрос податковая реформа. На сегодняшний день Министерство финансов сфокусировано на реформе адмініструвания. Мы однозначно бачим бизнес и украинский международный бизнес в первую очередь обратит внимание не на изменение податков, которые нужны, а на правильное адмініструвание этих податков, отсутность коррупции, возможность открыть, закрыть бизнес и честно работать. То есть те вопросы, которые касаются безусловно работы нашей государственной фискальной службы. Поэтому, если стоит прямо сегодня на порядке дня вопрос податковой реформы, как изменения именно податкового законодательства, мы работаем вместе с комитетом над той реформой, которая еще может быть, но это не вопрос сегодняшнего дня для нас. То есть мы сфокусированы сейчас на украшении работы фискальной службы. Это вопрос хотя бы этого года или следующего? Ну, приблизительно. Працювать можно долго. Я думаю, что этот год нам нужно работать над адмініструванием. Это главное вопрос. Приватизация. Что касается приватизации, в этом году у нас в бюджете закладено надходление 17 млрд очекований от приватизации. Вы знаете, что и в прошлом году мы очековали такую же сумму, но не получили. Сподіваемся, что те законы, которые парламент проголосовал, поддерживали, которые уможливают проведение прозорых конкурсов, будут втелены в житие и в этом году мы получим... Петро Порошенко не продает, потому что ему не дают реальности. А вы хотите продавать прибутковые государственные предприятия. Про что мы говорим? За бюджет не уйдут действительно. Они поставили на припортовый завод 500 млн долар стартовую ціну. Это просто для этого уникального предприятия это ноль. Петро Олексійович продает Липецкую фабрику за 200 млн. Липецкую цукерковую фабрику. Сергей, ну уже есть около 10 претендентов. Так, звичайно, за такие гроши, за дешево, звичайно, все хотят предприятия. Но когда мы говорим про реформы, я перепрошу, коллеги, когда мы говорим про реформы, давайте, вот вы задаете правильное вопрос, а когда это будет? А когда это будет? А когда это будет? Потому что я уже сколько лет обещания слушаю. Правильно, поэтому давайте дивиться на те sprawи, которые они делают. Министр сказал, что за 40 дней не можно изменить тарифы. Можно. Тарифы за 40 дней увеличены вдвече. Тарифы на природный газ увеличены вдвече. Педняты тарифы на теплую воду, на все, на что можно их поднять. На жаль, это единая политика, которую этот уряд ведет. И это единая в лапках реформы, которую они проводят. Они ничего больше не умеют. Они умеют только поднимать все, что поднимается, не зважаючи ни на что. Они увеличили цину на украинский газ в 4 раза. Они нам всем рассказывают про рынковые цены в стране, где нет рынка газа, где нет рынковой экономики в частине газа. И продолжают нам говорить, что податковую реформу, ну, возможно, в этом году администруирование трошечки под правом. Администруирование это означает, что, возможно, трошки меньше будет перевірок, а может и не будет. Тому, на жаль, у этого уряда пока что нет перспектив. Ни с точки зрения идеологии, потому что идеологии и реформы они не имеют. Ни с точки зрения поддержки в парламенте, потому что с идеями повышения пенсионного века и продажи земли, ну, это неможливые вещи. Я, если просто можно, здраво, потому что мне очень тяжело сперещаться с профессионными политиками, но и чутливые темы, такие, как в том числе податковая реформа, в том числе сбалансирование пенсионного фонда, не треба говорить про подвищение пенсионного века, потому что это в том числе проведение тех заходов в середине пенсионного века, не обовязковое подвищение. Это мы прийдем до вас с ризными пропозициями, но вы в программе уже приймете. Но вопрос по податковой реформе мы снизили. Мы снизили в этом уроке, я хочу напомнить, податок, единый социальный внесок, то, который позволит выйти с тени зарплатам, то, который позволит увеличить сборы после этого решения. Мы бачим, ну, очень тяжело сказать протягом первых трех-четырех месяцев после этого. Но мы уже занимаются сегодня владельцы в миллиардах Но мы уже бачим повышение на миллиард гривен. Это мы вважаем, это уже может быть эффект именно от дитиноза. Я хотел бы сказать наступную речь. Вы правильно сначала задали вопрос о том, что ждать от этой коалиции. Треба вернуться до основного вопроса. А че есть коалиция? Ее нет. Ее просто не существует. Нам досі не показали навіть персональный склад цієї коалиції. Вона просто фіктивна. Вона в себе будована была на абсолютной фальсификации. В порушение регламенту призначают уряд, в порушение регламенту призначают генерального прокурора. Коалиции нема и звезды идут все проблемы. Реальна коалиция, яка в парламенте, если вы спросите, есть реальная, так, реальная коалиция есть. Это те, кто голосовал за уряд, это те, кто голосовал за генерального прокурора. Это БПП, это Народный фронт и это недобитки партии регионов, без голосов яких ни одно решение бы не пройшло. И вот, когда мы говорим про приватизацию, то, значит, недобитки партии регионов, депутатов, я хочу, вы будете боротися за это гордое звание недобитка, но у вас есть много конкурентов. Я, я, единственное, что хотел бы сказать, что, когда мы говорим про приватизацию, то, когда говорят, кому попадет в приватизированные предприятия, то, я думаю, как раз они будут попадать вот тем людям, которые голосовали, которые голосовали, которые сейчас немного помогают в парламенте. Я вот, Максим, извините, пожалуйста, ваш коллега несет ясно. Я был заступником спецкомиссии из вопроса и я эти дебаты спостерегаю весь час. И цикава позиция, когда люди або партии, независимо от коллегов, они при владе, они говорят, что нужно это приватизировать, и все говорят, что дослушайте, пожалуйста. другую тему. И есть логика. И она серьезная логика. Андрей поднял другую тему. Он снова вам напомнил. Вы, кстати, в начале этого ток-шоу сегодня говорили, что список есть в коалиции и подписи есть. А покажите уже его нам, наконец-то. Где этот список? Початку про приватизацию. Так вот, тут есть. Я задал вам конкретный вопрос. У меня не так много времени. Список есть или нет? Я ответил. И на это питание. Список есть или нет? Где он? Но начнем с приватизации. Когда партии в большинстве подписывали коалиційную угоду, и таких было 5, все подписались в коалиційную угоду, что нужно проводить приватизацию. Вы были, извиняюсь, из коалиции, и сказали, что приватизацию проводить не нужно. Потому что действующая влада або любая действующая не может правильно продать. А вот может только оппозиция, когда станет владой. Я это спостерягаю с 2012 года, но я напоминаю, что государственные предприятия в действии есть наибольшим джерелом коррупции. И когда мы говорили про ОПЗ, это первый большой объект, который будет сейчас приватизироваться, и на которого есть 10 международных претендентов. Не, извиняюсь, украинцев, которые сховали свои деньги кудись. То есть 10 претендентов, и, извиняюсь, это будет показовый момент. Кому будет продано? И будет оно продано международным инвесторам. И не будет больше возможностей, кто бы не был при владе, какие політичные партии, систи на потоки цего предприятия и стены финансировать чиновников. Теперь, что до коалиции. Нагадаю, из коалиции вошло три партии, до фракции БВП и Народного фронта вступили позафракционные, и было 226 голосов. И эти голосы формально есть коалиции, так, как это голосовалось. Были голосования по закону по прокуратуре, было проголосовано было проголосовано генерального прокурора. В списке, кто есть в коалиции, в списке, кто в коалиции, это люди из БПП, из Народного фронта, и те позафракционные, которые подписались под этой коалицией не угодой, и с ней не вышли. У нас та старая коалиция, яка была. Просто с ней выбыло три фракции. Удалось ли вам убедить наших телезрителей вот в чем вопрос? Покажите нам, пожалуйста, результаты последнего вопроса, который у нас был на сайте подробностей. Напоминаю нашим зрителям, что они могут не только нас смотреть по телевидению, но и пользоваться интернетом в это время на нашем сайте отвечать на вопросы, поставленные им. Я попросил бы это сделать побыстрее, пожалуйста. Результаты последнего опроса. Пока молчима, Укртелеком у нас, до речи, тоже приватизовали международные австрийские инвесторы из Райфайзен Инвестментс. А кто насправді его купил, вы добре знаете. Это первое. По-друге, вы говорите про коррупцию в державных предприятиях. Сергей, спасибо большое. У нас есть результаты или нет? Я еще раз спрашиваю. Я помню, как премьер-министр в 2009-м году писал, когда депутаты начнут работать эффективнее. Павел, извините, я не могу их вам потакать. У меня есть еще несколько тем, которые мы не успеем тогда обсудить. Когда депутаты начнут работать эффективнее, 37% верят, что осенью. Это оптимисты. После перевыборов, говорят, 62% тех, кто нас смотрит и голосует на сайте подробностей. Вот ответы на многие вопросы, озвученные здесь. Спасибо. Скандал недели. Один из скандалов этой недели. Сегодня продолжился громкое дело, связанное с сайтом «Миротворец». Напомню зрителям, которые не помнят. Хотя, почему я буду это напоминать? У нас есть человек, который может это сделать лучше, чем я. Игорь, пожалуйста. Что произошло две недели назад и чем закончилось сегодня? Самые, наверное, последние события не произошли сегодня. Сегодня сайт «Миротворец» вывесил еще один список журналистов. Давайте зрителям напомним, кто не в теме. Около несколько недель назад. 10-го числа это произошло, по-моему, в среду. Сайт «Миротворец» опубликовал личные данные 4 тысяч журналистов, которые получили аккредитацию в так называемых ДНРЛ. В Донецкой Народной Республике. Да. Там в том числе есть и моя фамилия. Я там работал в свое время. И как бы плюс эта публикация сопровождалась достаточно резкими заявлениями, я бы сказал, недопустимыми заявлениями, где меня, моих коллег, 4 тысячи человек, я повторюсь, это целый раз профессии, назвали сотрудниками террористов. Вас назвали пособниками сепаратистов, вы себя ощущаете пособником сепаратистов? Это вам и двигало? Нет, конечно. Более того, эта публикация сопровождалась репостами и комментариями от советника министра внутренних дел Антона Герасченко, от министра внутренних дел Аксена Авакова, где он продолжал эту травлю. Я называю, давайте называть, это была травля меня и моих коллег. Хорошо. Игорь, скажите, зачем нужна была вам и другим журналистам вот эта аккредитация? Объясните просто зрителям. Она необходима для того, чтобы... Вы украинский журналист? Да, я украинский журналист. Просто целый точно. Да. И эта аккредитация была необходима, я подчеркиваю, необходима для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя для работы на этих территориях, для того, чтобы была возможность вести расследование о том, кто стоит в руководстве этих республик, о том, кто воюет на этой стороне, о российском следе в этих событиях, о катастрофе Боинга, о поставке угля с неподконтрольных территорий на территорию Украины, о гуманитарном кризисе, который произошел там, о пропускной системе, о многих вещах, о том, о которых многие, наверное, и не хотят знать здесь присутствующие, хотели бы, чтобы об этом не узнала общественность. И именно поэтому я считаю, вот эта вот провокация, которая была в публике... Игорь, а если кратко, что угрожает человеку, который едет работать на Украину, на оккупированной территории, но не имеет аккредитации вот этих вот самопровозглашенных республик? Ну, я скажу только так. И было дело Маши Варфоломеевой, которая провела в заключении в Луганске больше года за свою профессиональную деятельность, за то, что она пыталась снимать, не имея аккредитации. Это вот пример, о котором я всем прошу запомнить. Больше года этот человек просидел в застенках сепаратистов в Луганске. Что с ней там произошло, посмотрите, почитайте, что она сказала. Более того, аккредитация не давала, даже она не давала 100% гарантии, что с тобой там ничего не случилось. Я хочу уточнить, что в этих списках попали и тысячи иностранных журналистов. Это вызвало бурю гнева в Европе. Лусей, можно? Ну, ответите Европе. Пожалуйста. В Европе. Три коротких тези. Первое. Что такое сайт миротворец? Это сайт, который создали волонтеры, который протягом двух лет фактически помогает украинской армии до этого момента помогал выявлять всех сепаратистов, пособников и так далее и тому подобное. Зокрема, там співпрацюють проукраинско налаштовані люди, которые помогают боротися с ЛНР, ДНР и Российской Федерацией. Это первое. И это не заперечивало принаймні до последнего времени. Я вас не перебивал в данной ситуации. Друге. Что сталося? И сегодня, до речи, вивешен новый список 5200 журналистов. Теперь, чтобы наши телеглядачи понимали. 5200 журналістов, из которых приблизно 3000, это россияне, тут списки, и 2500, это украинцы и иноземцы, приезжали на территорию ЛНР, ДНР до сепаратистов и сдавали свои контакты сепаратистам с ДНР и ЛНР. То есть, они сказали, я Иванов Иван Иванович, это моя почта, это мой телефон. То есть, каждый журналіст оприлюднив уже свои данные. Не оприлюднив, не оприлюднив, вы подмениваете приняття. Я вас не перебиваю. Не оприлюднив. Так вот, сдали свои контакты сепаратистам с ДНР и ЛНР. Что сделал миротворец? Вин взломал дейсно пошту и данные ЛНР, ДНР, витягнув это, что у них было. То есть, вы терористы уже было. То есть, все терористы мали эти контакты до сайта миротворец. И показали публике. На сайте миротворец не писали, в комментариях ставили. Вы знаете, какая травня журналістов началась после публикации этих данных? Далее, висловливали свою позицию. Резную. Хтось критичную, кто с ней. Теперь третий момент. Вы считаете, что каждый тоже гражданин Украины должен звонить журналісту и высловливать свою позицию? У меня к вам есть хорошее предложение. Назовите сейчас в эфире четко свой номер хотя бы мобильного телефона. Вы народный депутат Украины. Вы підзвитни народу Украины. Послушайте, что они о вас думают. Назовайте. 10 років у меня номер телефона 097-350-40-46. Не помешал бы домашний адрес. Місно Уцк, вы проживаете до данного момента в Киеве. Нет, я проживаю прописанный и живу в Луцьку. Теперь, остальное, что я хочу сказать, я не буду на русском. Вы из Луцка приезжаете на заседание, вы же ничего не боитесь. Ничего же не произошло. Назовите свой адрес. Я же скажу, в городе Луцк, в улице Занковецка, вы где живете? В Киеве вы где живете? В Киеве вы где живете? В готеле Киев. В готеле Киев номер? 603. Спасибо. И последнее, что я хочу сказать. Я хочу сказать про то, что коллега говорил про Машу, которую вы получили там. Так вот, я вам хочу сказать, что Маша не сдавала свои контакты ЛНР-ДНР. Маша помогала украинским військовым, вы это знаете. Знаете. Питильно. И ее оцеподонки нашли, и тут тортури были, они ее кинули, и так далее. Игорь, но слава Богу, Маша осталась жива. Я еще раз хочу сказать, я не засуджую ни одного журналіста, который был в зоне ДНР-ЛНР. И вас в том числе. Жодным чином, я особисто, вы смеливцы, потому что каждый журналіст ехал туда, для того, чтобы выяснили правду, я сподіваюсь, это про украинские журналісти, иноземцы, за россиян. Я, на самом деле, этого не могу сказать. Но я садмиротворец, я жодным чином не могу засудить, и даже ни где в коментариях про это не говорил. Я единственное хочу сказать, вы знали, когда вы сдавали эти ваши данные террористам из ДНР-ЛНР, что они могут быть использованы. Вы точно знаете, что эти данные есть в ФСБ, есть в ГРУ, и так далее. Это факт. Потому что террористы ДНР-ЛНР працуют на конкретно ФСБ, на ГРУ, Игорь, маленький вопрос. Постарайтесь ответить просто, да или нет. Это правда, что сайт Миротворец является одним из проектов Народного фронта? Я могу вам сказать, что это не проект Народного фронта, но там есть разные люди. Антону Герашенко его приписывают в злые языки? До речи, я не знаю всех авторів этого сайта. Там десятки и сотни авторів. Да, Ильяна Сокрик. Маленький вопрос. Слухайте, я не хочу сказать, что это доброе или плохое. Это была позиция этих людей. Еще раз вам хочу сказать, если бы эти данные, вы еще раз, вы понимаете, то есть работники сайта Миротворец, волонтеры, сломали почту Министерства информации Донецкой Роснародной Республики и они в их субъективной точке зору вважали запотребно это опубликовать. Вибачте, сегодня в публикации на сайту Миротворец кажется, что это уже не с вам база данных Министерства информации ДНР и ЛНР, а слив гость специалистов Министерства информации. Я спробую взагалі, можливо, так трошки сбоку подивиться на эту ситуацию, можливо, даже с юридично точки зрения. Дивите, ситуация очень, на самом деле, плохая с того привода, что нужно разделить. Действительно, были российские журналысти, если мы боремся с пропагандой, как стверждает сайт Миротворец и Антон Герашенко, что это вопрос защиту государственного суверенитета. окриньте, пожалуйста, российские журналысти, которых вы чётко подозриваете в всей деятельности, подайте соответствующую заяву до СБУ, и хай СБУ разбирается и визначается, есть ли там склады власти, или нет склады власти. А то, что касается всех других журналов, особенно украинских журналов и иноземных, сам Антон Герашенко просил извинения на минулой программе иншого ток-шоу тиждень тому у тих иноземных журналистов, что он ничего, что до них не имеет никаких претензий. Если вы не имеете никаких претензий, то, пожалуйста, не посягайте на журналовскую деятельность, потому что это вопрос гарантий журналовской деятельности и защит их персональных данных. Это тоже нужно поважать. А если мы этого не будем делать, то это действительно происходит подмена понятия маніпуляции. Елена, спасибо. В общем-то, вы поставили... Нет, извините, Елена поставила точку, как по мне, в этой дискуссии. Мы продолжим другим скандалом этой недели, связанным с нашим гарантом под прикрытием, я бы так сказал, бывшим Януковича, который в бегах. Россия заявила... Стало известно, вернее, на этой неделе, что Россия около полутора месяцев назад отказалась участвовать в экстрадиции Виктора Януковича. Что же теперь дальше? Ему удастся избежать суда? Как нам его заполучить обратно? Давайте разберемся. Как вам кажется, сойдет Януковичу все с рук? Или все-таки украинцы увидят, как его судят? И, возможно, даже не в украинском суде, а в Гааге. Да, Павел, давно обещал. Мы еще в Верховной Раде певный час назад внесли изменения до наших кодексов, в том числе и Криминально-процессуального кодексу, и ввели таке понятие, как заочное засуджение. Мы прекрасно понимаем, что это было сделано именно для того, чтобы засудить тех людей, которые переховываются от правосудия. Таких, как Янукович, которого вывезли в Россию, и он там находится. Далее были еще певные перешкоды, потому что даже с этими изменениями связывали, что для того, чтобы завершить этот процесс засуджения тут, в Украине, нужно, чтобы человек был оголошен в Международный Розшук, и это предбачает, что это делается, в том числе и Интерполом. Интерпол отмывался, и отмывается, в многих случаях, это не только связано с Украиной, людей, которые занимали политические посадки, которые подают страны туда, в Розшук, они говорят, что это из политических основ, поэтому мы этого делать не будем. Когда мы принимали изменения по закону Генерал-прокуратуры, мы также принимали изменения до процессуального кодексу, который предбачил, что может быть не только оголошен в Международный Розшук, а если человек перехолется на какие-то территории встановленные, например, в Россию або на окупованных территориях, это, конечно, касалось Януковича. Поэтому процессуально с точки зрения законодательного и формального шляха открытий до засуджения Януковича в Украине. Юрій Луценко, когда его брали прокурором, вы бачили с трибуны, брали на себя обязанное обязанное и саме на первое он сказал, судите меня по моих справах, и одна из первых трех справ это засуджение Януковича и потом он сказал, что он собирается особисто представлять обвинение в суде. Для него это принципово. Что до международного расшуку, материалы, которые тут поданы, по криминальному эпизоду, они, до речи, стосуются не политики, не Майдану, а завершена справа в расследовании стосуется Укртелекому, как не дивно, приватизации Укртелекому, адже в условиях приватизации, мы знаем, что Укртелеком был продан пану Ахметову и десь там за ним самому Януковичу. Была умова, что покупец должен сбудовать систему подъединения до системы связи Держспецзвязку. И потом пан Янукович своим указом подписал выделение денег додатковых больше 200 миллионов из бюджета. Для того, чтобы обойти политическую сторону, вы верите, что Янукович предстанет перед Украинским судом? Только после того, как он покинет территорию России, а Звитинавин не выйдет, потому что над Януковичем. Кто может ответить на этот вопрос? Андрей. Те, что действительно у нас закон про заочное судочинство уже с 2014 года, чему доси немается, звичайно, очень хорошего вопроса до нашей правоохранной системы. Но что я хочу сказать главное? Те, что нужно делать, очевидно, мы реалисты, понимаем, что пока не изменится режим в России или не станется чего-то экстраординарного, это будет заочный суд. Но мы понимаем, что нужно говорить не только про заочный суд. Это необходимо. И он должен быть засуденный. Но нужно говорить и про его поплечников, которые сегодня сидят в Украине. И их никто не судит. И это будет очень важно, чтобы показать, что это не просто символичная дия. А действительно, все злочинцы будут покараны. И из минулой влады, и новой коррупционеры. Вот тогда будет действительно эффект. А так, это важно, это нужно, но не только символичные, но и реальные кроки. Мне не депутаты, юристы, Сергей Власов. Вы знаете, профессионально делать свою работу. И, на жаль, призначение человека, которого я как человеку лично поважаю, Юрия Витальевича Луценко, на профессионную посаду, это не покращаю ситуацию, а погиршую, на мой взгляд. Знаете, можно гордо сказать, что я тут буду представлять обвинувачение, даже не понимая, что такое обвинувачение. По сути, человек не профессиональный, и, несмотря на то, что он был в вездачном, это не означает, что он стал лекарем, стал, пробачьте, юристом. Если он лежал на операционном столе, то он точно не стал лекарем. Поэтому я еще раз подкраслю, все это, на жаль, под всю работу, профессионную, качественную работу правоохоронных органов подменяют политическими разговорами, желанием здействовать свой политический контроль за этим органом, а не реальною работой. Вот сказали, что там Интерпол отмевляет. Вы знаете, а я не переконанный, что материалы, которые пошли из Генеральной прокуратуры в Интерпол, были качественными. А я за своей работой как член делегации в Парламентской Асамблее Рады Европы и член юридичного комитета Парламентской Асамблеи Ради Европы мают дотичность до доповедей Интерпола. Поверьте, там очень фаховые люди сидят. И если бы до них подошли профессиональные качественно сделанные материалы, в которых не было бы натику на политику, поверьте, никто бы Януковича... Здесь можно вспомнить другую историю. Понятно, Андрей правильно говорит, не удивительно, что Россия не выдает Януковича. Удивительно, почему Испания не выдает Колобова. Абсолютно правильно. Ссылаясь на недостаточность, что, простите меня, за два года, как нужно было готовить документы, чтобы Испания не выдала нам веглица. Тут возникает два вопроса. Это было недостаточность по неумению и незнанию, или это была спланированная акция? Но я хочу вам сказать, задайте это вопрос Виталию Касько, который осуществлял этот направл в Генеральной прокуратуре. У меня тогда другой вопрос. Все мы прекрасно понимаем, и, согласитесь, ну, неразумно было, наверное, надеяться, что Россия выдаст Януковича. Запрос, конечно, нужно было послать, но кто в это верил? А почему мы ничего не делаем для того, чтобы этот процесс был международным? Международный трибунал будет скоро рассматривать преступления против человечества, совершенные в Югославии, прежнего режима, да, уже рассматривает. Почему мы не инициируем эти процессы? Лена, вы об этом хотите? Да, я вам как раз хотела про это сказать, потому что это очень яскравый доказ, почему так происходит с процессом по Януковичу. На самом деле, ГАГу, вы знаете, что мы адхок фактически по злочинам Майдану отримали можливість розгляду в ГАЗі в майбутньому цієї справи. Але Генеральна прокуратура фактично завалила цю ситуацию, тому що з нашего боку необходимые материалы, которые ГАГа очікувала протягом півроку, они фактически не были надані. Когда Международная инстанция питала очень четко Генеральна прокуратура вам нужна допомога? Давайте мы приедемо, сберемо доказы, покажемо, как это делать, потому что это действительно складные злочины против людяности, тут нужно иметь фаховость. Генеральна прокуратура сказала, нам ничего не нужно, мы сами можем это сделать. В результате мы имеем ситуацию, когда на сегодняшний день все эти документы належным чином в ГАГу не поданы. Поэтому извините, но их боку они ничего с этим не могут теперь другая, очень яскравая, я считаю, что вы в этом видите, некомпетентность или что-то другое? Некомпетентность и небажание. В 8 месяцев есть заочное на сегодняшний день инициирование заочного проведения по Клименку. В 8 месяцев уже находится справа в суде. Не могут даже приступить к началу этого заочного обвинения. Почему? Если Генеральная прокуратура когда хочет, за один день может отримать ухвалу, если им нужно. Было бы желание. А не причина ли в том, что Украина, напомните мне, кто владеет информацией, Украина ратифицировала устав ГАКС? Нет, вы имеете науне римский статут. Римский статут мы не ратифицировали, больше того, мы в проекте данного Конституции изменения до Конституции с привода судочинства отстрочили ратификацию римского статута еще на 3 года. Это означает, что мы в ближнем 4 года точно эту ратификацию не увидим. А это, до речи, наше обязанное сгідно Ассоциации. И останнее, просто завершиваючи про Януковича, вы маете понимать, как ведут себя адвокаты Януковича. Они делают все, чтобы затягивать процесс. Фактически, это процессуальная диверсия, и они делают все, чтобы этот процесс не произошел, пока есть каденция этих политических сил. Им все, что необходимо, это дотянуть до достроковых выборов. Все, это их задача, и они ее очень хорошо выполняют, а Генеральная прокуратура им в этом очень хорошо помогает. Думаю, это, очень коротко, первое, помилка действующей влади, коалиции правоохранной системы, что мы не засудили Януковича и его поплечников, хотя инструментарий у нас был. Мне кажется, сегодня мотором этого процесса должен выступить Юрій Луценко. Это первое, я от него этого чекаю. Другое, закон про спецконфискации, который мы оттянем, сейчас перевантажили, мы имеем видеть европейскую сторону, он будет в парламенте, мы будем говорить о этом. Третое, вы слышали сегодня тут Вилкова, да? Мы можем дискутировать, но я глубоко переконен, я готов, я видел кадры и по Одессе, и по всему другому, по титушкам, по всему другому, что эту людину нужно давно посадить. И саме шокин, из-за которого голосовал опозиционный блок, гальмувавцы вси речи. Игорь, снова в спину Януковича. Луценко должен делать. И остальное. Знаете, что я верю про Януковича? Вин сегодня, напевно, я переконен на 100%, что его охраняет там и ФСБ, и ГРУ и так далее, но никогда Янукович не будет тут сидеть за гратами, допоки мы не вырастем, как это сделала в свой час страна Израиль, которая тех, кто снищил евреев после Другое не шукала и за 10 лет, и за 20 лет, вы это знаете, эти спецоперации вытягивала из Парагвая, Аргентины и так далее, и так далее. Тех, кто убивал евреев. Поэтому, рано или поздно, когда мы построим национальную государство, мы дойдем к тому, что этих подонков, что они будут жить, мы должны найти сюда в Украине. Коллеги, я тоже юрист, и юристы профессиональные со мной согласятся, что самое эффективное расследование, которое проводится по горячим следам. Это правда. Именно поэтому мы сегодня говорим о том, что действительно много времени было потрачено. Поэтому сегодня Махницкий и ходит на допросы в Генеральную прокуратуру за, по сути, срыв и неэффективное расследование тех дел по Майдану. Это первое. Но что очень примечательно, я сегодня внимательно посмотрел в интернете новые фотографии из Лукьяновского СИЗО. И, друзья, это очень символично. Юрий Луценко, новый генеральный прокурор, ровно через неделю после своего назначения был в той камере, в которой он провел два года. Я верю, что именно в этой камере будет сидеть и Виктор Янукович. Хорошее обещание. Владимир Кисенко. Две просьбы. Верите ли вы в то, что в камере украинской тюрьмы появится Виктор Янукович когда-нибудь. И попрошу вас как эксперта нашего подытожить. Я не оперирую категориями веры. Я хотел бы надеяться, что это дело все-таки будет доведено до логичного финала. Мне кажется, что у Юрия Луценко есть своя личная политическая и личная мотивация для того, чтобы это дело не было спущено на тормозах. Другое дело, что здесь усилий одного Луценко будет недостаточно. Нужна будет поддержка депутатов в отдельных вопросах. Работа профессиональной команды в Генеральной прокуратуре тогда может быть результат. Поэтому здесь иллюзий быть не должно. Но ради справедливости я думаю, что здесь должна быть поставлена точка и юридическая, и профессиональная, и политическая, и моральная. Ну а я вам, дорогие друзья, скажу, что эта точка должна быть поставлена не ради только исторической справедливости. Она нужна вам, всем присутствующим здесь. Потому что пока вы хотя бы заочно не осудите того же Януковича и тех, кто вместе с ним с миллиардами награбленных денег и с кровью на руках убегал в соседние страны, жирует в это время на накопленные деньги, пока у нас в стране идет война, многие будут думать, что вы ничем не лучше. Помните всегда об этом, пожалуйста. С длительным спасибо. Это было черное зеркало. Как всегда, было непросто, но, надеюсь, интересно. Обязательно встретимся через неделю. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ